Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио, Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 ноября 2016 года, вторник По одному из старинных 22 день месяцев на дорог, 7525 лета, понедельник Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Автостоп. Победит зло» Автор-соведущий Виктор Аспидов Здравия тебе, Виктор Спасибо большое, рад приветствовать всех в эфире Уверен, будет интересное общение Готов ответить на все вопросы С удовольствием поделюсь всеми своими знаниями, насколько это возможно в пределах эфира Хорошо, хорошо, нравится твой задор Напоминаю нашим радиослушателям, что для начала Автор-соведущий, в данном случае Виктор, немножко расскажет о себе Той тематикой, которой он занимается Мы перейдем в разговор между собой И, естественно, я буду смотреть внимательно на чат Народного славянского радио А вдруг там появятся интересные вопросы И вот те вопросы, которые появятся там интересные Я их обязательно задам Виктору Хорошо, итак, кто ты, Виктор? Откуда ты появился? Чем занимаешься? Давно ли? И так далее Почему именно автостопом занимаешься? Я очень люблю автостоп С некоторых пор, когда-то попробовал В юном возрасте Теперь остановиться не могу Очень понравилось то, что Дает человеку, который путешествует автостопом И потом Как ты меняешься благодаря автостопу Благодаря тем людям, которые помогают в пути И это вызывает желание помогать другим И это не просто, скажем так Подъехал Вернее, тебя подвезли Ты сказал спасибо И пошел дальше Ложь машину Это целая наука Это целая философия Это стиль жизни И не обязательно быть автостопщиком Который путешествует круглогодично Круглосуточно Я так не путешествую Но при этом Делать качественно И заниматься автостопом нужно С точки зрения И, естественно, скорости передвижения И с точки зрения Тех ощущений, которые ты получаешь И с точки зрения того Что ты даешь людям И себе лично Путешествия автостопом И это очень хорошая школа жизни Я начал путешествовать я Со студенческих лет Заканчивая уже учебу в университете Не очень рано Некоторые начинают путешествовать автостопом Лет с 15-16 И даже больше И даже ранее Я лично пробовал путешествовать автостопом На попутках к бабушке у себя На родине, на Кавказе В Савропольском крае Из моего родного Новопавловска В соседнюю станицу Маринскую В 16 километрах Были случаи Доезжали мы на попутках Но когда у нас на ходу В семье была машина Очень часто по пути Если попадались люди У нас было место Мы подвозили Отец брал попутчиков Те, кто ехал недалеко На короткие расстояния На месте Ведь это принято И автостоп развит в России Современной Развит в целом мире И очень был развит На государственном уровне В СССР Поэтому у нас в какой-то мере Все-таки и исторически И благодаря в том числе Политическому режиму Есть культура помогать И есть культура подвозить А в советское время Автостоп даже стимулировался И был на уровне Можно сказать Государственной политики Стимулировался Например Водители получали Талоны Специальные книжки Которые они могли Использовать Например Для Бензина Для оплаты Бензином Это очень здорово Я считаю А в современном виде Автостоп зародился Гораздо раньше Даже в современном виде Но если будут вопросы Я, конечно же, готов отвечать На конкретные вопросы Чтобы понимать Что вас волнует Потому что говорить Я могу много Хорошо Хорошо Давай тогда в диалоговую форму Переходим Вот Все, что ты сказал Это здорово Но то дела До новых минувших дней Предание старины глубокой И так далее То, что было в СССР Многое, что было замечательно Но, к сожалению А может быть Для кого-то, к счастью Есть и такие у нас Товарищи Которые считают Что вот оно прошло И все Нет сейчас Советского Союза Нет тех талонов И так далее Есть представление Об автостопщиках Такое Что это люди небогатые Что это те Которые иногда бывают Джуликоватые Это те, которые плохо пахнут Это те, которые Как бежал бродяга Сахалина Вот из этой серии Которые Где придется Тому переночуем Что придется поедим Вот На твой взгляд Это Что? Это какая-то Искусственная Выдумка Или это все-таки Имеет место быть Если это имеет место быть То в каком Объеме Каких пропорциях Или вообще Все-таки Это Ну, опять же Выдумка Это какая-то деза Есть люди Которые Путешествуют Автостопом Самые разные Но Те, кто По-настоящему По праву Может назвать Себя автостопщиками Это те люди Которые Осознанно Путешествуют Автостопом Я, например Осознанно Путешествую Автостопом Потому что Для меня Это как Для спортсмена Который, например Ловит рыбу Да, спортивная рыбалка Важен процесс Результат, конечно же Это часть процесса А для бараконьера Например, важно Побольше Наловить рыбы Неважно Какими способами И Получается, что Для автостопщика Который путешествует Автостопом Это своего рода спорт Это своего рода удовольствие Хобби Стиль жизни А для человека Который Поехал автостопом По нужде В силу обстоятельств Не очень хороших В жизни Это не автостопщик Это человек Который Дискредитирует Автостопщика Настоящего И этих людей Нельзя назвать Автостопщиками Да Есть автостопщики Которые путешествуют Может быть Даже и осознанно Но Не очень хорошо Следят за собой Могут мыться Не очень часто И в силу обстоятельств Или из-за лени Своей Но я считаю В первую очередь Можно Если ты очень хочешь Правильно все-таки Организовать свое путешествие И быть Если не всегда То почти всегда чистым И уж точно Если ты День не побывал В душе То запахов Это не должно давать Преисловие Что ты Здоровый Нормальный человек И у тебя Опять-таки Правильное отношение К гигиене И К Своей И естественно Это очень важно С точки зрения Уважения К людям Которые тебя Подводят Я же Выступаю Часто В СМИ Как вот Сейчас с вами Общаемся И на телевидении И на радио И так далее И на лекциях Веду лекции Семинары И на своем канале Виктора Учу Тому Чтобы Люди Во-первых Перед началом Поездки Непосредственно Помылись Первое правило Автостопщика Помыться Многие смеются Но это так Потому что Иногда Да Я сталкиваюсь С людьми Которые меня подводят Замечательные водители Самоотверженные Которые говорят Я подвозил Двух автостопщиков И так от них Воняло сильно Я думаю Слава богу Что он После этого Еще и меня взял Да Эту охоту Ему не отбили люди Да Вот подвозил Говорит Двух девочек Двух девочек Да Замечательно Две девочки Которые так пахли Мне сложно представить Этих девочек Хотя да Я сталкиваюсь С теми людьми Даже и девочками Которые Очень сильно себя запускают Поэтому Во-первых Помыться Во-вторых Конечно одежда Должна быть чистая И это очень важно Для тебя Во-первых Потому что у тебя Будет гораздо лучше Автостоп Во-вторых Очень важно Для всех других Автостопщиков Ведь Ты во-первых Ответственен Не только за себя Но и за каждого Автостопщика Которого потом В будущем После того Как ты побывал В машине Хорошо пахнув И при этом Как минимум Нейтрально Пахнув И ведя себя Очень хорошо Общаясь И многое делает То что надо делать Об этом мы можем Чуть позже подробнее Поговорить То ощущение У водителя возникает Что Здорово Что я остановился Какие же Классные автостопщики Я хочу подбирать И в будущем И это здорово Очень важно Чувствовать ответственность Не только за себя Но и за других Автостопщиков И Мне просто Лично приятно Быть чистым Такая моя Так сказать Природа И культура И Можно сказать Воспитание А когда ты путешествуешь Автостопом Очень Часто Есть возможность Мыться Я могу подробнее Об этом поговорить И я сталкивался С методиками Интересных людей Которые сами Даже очень быстро Едя автостопом Находили способы Удивительные Разные И В чистоте Себя держать И естественно Быть при этом Приятным Автостопщиком А когда ты Например По нужде едешь У тебя нет денег Тоже Важно Всякое Произойти Может в жизни Очень важно Быть конечно же Благодарным Как минимум На словах Очень важно Вести себя Прилично Крайне желательно Конечно же Не пить Не быть пьяным Не быть В состоянии Самого разного Опьянения И это По-моему Даже Не обсуждается А когда ты Еще с попучками Попучицей Или попучком Желательно Конечно Чтобы пара Ваш попучек Был Похож на вас В этом плане И чтобы вы Все-таки Ладили с друг Другом И естественно Когда Один Хорошо Себя ведет И хорошо Пахнет И выглядит И другой Должен Так же Выглядеть Пахнуть И так далее Чтобы не свести На нет Все твои Личные усилия Поэтому Путешествуйте Автостопом Чисто И автостоп Это то явление Которое Слава богу Развивается И развивается Благодаря Тем автостопщикам Которые ведут Себя хорошо И которые популяризируют Этот вид путешествий Делая тем самым Водителей Более бесстрашными Более открытыми И желающими Подвозить больше Например Недавно совсем Ездил в Раменское Автостопом И Подвозили разные люди Охотно Легко И Последний водитель Это была девушка Которая сказала Я не знаю Почему я остановилась Никогда не останавливалась До этого Хотя я не выглядел Очень ярко Но выглядел Прилично Как минимум Я выглядел Чисто Аккуратно Одним словом Достаточно приятно Чтобы девушка Остановилась Несмотря на то Что она никогда Никому не останавливалась Это здорово Когда вы можете Каким-то образом Привлечь человека Впервые Это же здорово Что этот человек После того Как он с вами проедет Вас подвезет Он будет хотеть Других подвозить Тем самым Расширяется Количество Хороших Благосклонных Водителей Это особенно правильно Особенно полезно И особенно Можно сказать Радует Эта девушка Отвезла Даже до Самого дома Хотя ей туда Не надо было Подождала Когда нужно было Кое-что купить В магазине И мы Расстались Естественно На очень хорошей ноте Она сказала Как здорово Было Серо Уныло Настроение Не очень хорошее Было Скучно И теперь После общения В том случае Со мной Она сказала Вот у меня Так хорошо Настроение поднялось Можно На самые разные Темы поговорить Даже если Короткое время Общения Как у нас было Можно найти Точки соприкосновения И Тем самым Во-первых И себе настроение Повыть И другому человеку Это о чем я говорю Обычно В том числе На своих лекциях Вот здесь уже Первые реплики появляются И пока я Вопросы сбрасываю В наш чат Маленький Вот потом Мы будем зачитывать Просто реплики Такие-то Какие-то сейчас Буду зачитывать Солнце написало В чате Оригинальный совет Это когда Помыться Оригинальный совет Дальше Ингварь написал Славянское народное Автостопное радио Только для чистых И свежих Автостопщиков Вот такая реакция Хорошо Значит получается Девушки как тебя видят Сразу они забывают Про все Останавливаются Говорят Садись дружище Буду тебя возить Куда тебе надо Только рассказывай Интересные вещи Но это попозже А вот теперь Давай коснем все-таки Заголовка темы Автостоп победит зло Итак Почему с такой уверенностью Ты выбрал Такой заголовок темы Почему автостоп Должен Победить зло Ну вот Смысл Какой ты здесь складываешь Автостоп Должен победить зло Да Обязательно Я вкладываю Очень насыщенный смысл В это Автостопщики Путешествуя Автостопом Они Как я например Лично Да О себе В том числе Или в первую очередь Могу сказать Они пытаются Преодолеть Страхи У меня Страхов Перед людьми Не было Опасений Не было Что Меня Будут Убивать Или грабить Я с доверием И С Верой В людей Шел На это Впервые И Было Опасение Были опасения Вернее Что Могут Меня Не взять Могут Не останавливаться Долгое время Что Погода Может Испортиться И что Может Пойти Дождь И что Возможно Неизвестно Будет Где Я буду Ночевать Это Было В принципе Логично В силу Того Что Я не понимал Тогда Насколько Здорово Путешествовать Автостопом И что Вселенная О тебе Заботится В первую очередь Через Людей Через Какие-то Хитросплетения Событий И получается Что Ты получаешь В нужный момент То Что тебе Нужно И если Есть Небольшие Испытания В твоем Путешествии То они Только Как правило Дают тебе Ощущение Еще Больше Радости От того Когда ты Их И когда Ты их Преодолеваешь И Например Зло Какое Это Неверие В себя Неверие В людей Неверие Во Вселенную Это Комплексы Что Ты Не сможешь Что Ты Пропадешь Комплексы Что Ты Не сможешь Общаться Как Ты Можешь Договориться Что Ты Не знаешь Языки Если Ты Едешь За Границу И Все Эти Комплексы Они Сводятся На Нет Эти Комплексы Побеждаются Легко И Языки Учатся Благодаря Автостопу Благодаря Свободным Путешествиям И сайту Каучсерфинг Об этом Можно И в будущем Поговорить Возможно И отдельный Эфир Об этом Организовать Об этом Явлении Сайте Гостеприимства Благодаря этому Попадая в гости К людям Благодаря Путешествию С людьми И Общению С ними Ты Изучаешь Языки Очень Легко Это Как Если Ты хочешь Научиться Плавать Ты должен Прыгнуть В воду Если Ты Не прыгнешь В воду А будешь Грести В воздухе Как Например Многие Пытаются Самостоятельно Учить Языки И Дай бог Учить Надо В любом Случае Но Эффективность Намного Лучше Намного Больше Если Ты Общаешься Вживую Гребешь В этой Воде И Общаешься С людьми И Благодаря Этому Я Учил Английский И Понемногу Другие Языки Например Турецкий И Очень Важно Преодолевать Эти Комплексы И Говорить Несмотря Ни На Что Изначально Может Это Набор Слов Какой Бред Только Так Только Через Ошибки Можно Чему То Научиться Все Мы Знаем Если В самом Начале Могут Быть Некакие Сложности В Автостопе То Эти Сложности Легко Преодолеть И Если Первый Раз Что То Не Так Это Не Значит Что Нужно Сдаться У Меня Во-первых Были Определенные Сложности Но Из-за Того Что Интернет Тогда Не Был Развит Много Лет Назад Не Было Приложений Смартфонов Все Было Намного Сложнее Люди Все Равно Путешествовали Автостопом И Путешествовали Автостопом Начиная С Незапамятных Времен В Разной Форме В Штатах Автостоп Зародился В современном Его виде Примерно Сто лет Назад И Тогда Люди Естественно Не Обладали Теми Возможностями Которые Сейчас Есть У Нас А Сейчас Интернет Группы В Сетях В В Контакте Они Очень Много Полезной Информации Содержат В частности Моя Группа Автостоп Попучик Тревел Путешествия Кауч С Длинным Названием Возможно Мы будем Укорачивать Его Но Это название Отвечает Тому О чем Мы Пишем В группе И Даже Не Полностью Отвечает В всей Широте Темы И Получается Что В этой Группе Мы Делимся Знаниями Каждый Кстати Говоря Из Слушателей Из Всех Тех Кто Сейчас Меня Слышит При Желании Конечно Добро Пожаловать В эту Группу Добро Пожаловать Друзья Ко мне Вконтакте Будут А еще Возможно Останутся Вопросы Обязательно Задавайте Есть Масса Полезных Документов Масса Полезных Постов Информации И видео В группе Где вы Можете Увидеть Воочию Сколько Полезной Информации И ее Использовать Например Дорожные Грамоты Документы То есть Это то Зло Незнание В автостопе В этой фразе Автостоп победит Зло Которое Благодаря Автостопу Уходят И благодаря В том числе Общению И передаче Опыта Автостопщиками Уже опытными Таких как я Благодаря Каждому Автостопщику Который хоть раз Попробовал Автостоп Возможно У него такая Ситуация Возникает Которая Будет Получительна Для многих Которое Я сам Например С богатым Уже опытом В 84 страны Могу не знать А человек Проехал Может быть В первый раз В жизни Это здорово Я стараюсь И люблю Учиться У других Неважно Какой у человека Опыт Поэтому Каждый Желающий Может поделиться Знаниями Я лично Так Шуточно Но Отражающую Суть Назвал Одно из своих Хобби В частности Это Репетитор По автостопу Я абсолютно Безвозмездно Учу Каждого Желающего Автостопу Конечно же С удовольствием По возможности Потому что Достаточно Занятый человек Делюсь Знаниями Во-вторых Если Есть желание Попробовать автостоп Хотя бы на короткое Расстояние В Подмосковье Съездить даже Где очень много Кстати говоря Красивых Интересных мест И И Москва И Подмосковье Это Одно из самых Лучших мест По автостопу В России А Россия Это Одна из самых Лучших По автостопу Стран в мире Где Автостоп Очень хорошо Пообеждает Зло Несмотря на то Что Пытаются Благодаря Определенным СМИ И каким-то Историям Которые Муссируются Байком Получается Так Вернее Автостоп Некоторых Людей Из-за Каких-то Плохих Новостей Начинает Пугать Плюс Воспитание Стереотипы Навязанные Страхи Людьми Как правило Которые Об автостопе Либо ничего Не знают Либо Очень-очень Далеки И У них Вообще Понятия Нет Поэтому Когда Собираемся Что-то новое Попробовать Конечно же Обращайтесь К профессионалам Обращайтесь К людям Которые Опытные И Только Эти люди Которые Желательно Все-таки Богатый опыт Путешествия Автостопом Только Эти люди Могут Судить О том Насколько Хороший Автостоп В той или иной Стране В том или ином Регионе В то или иное Время Например Я езжу Автостопом Круглосуточно Круглогодично И Тот самый Автостоп И вариант Попутешествовать Со мной В качестве Ученика Если так Можно сказать Просто попутчика Желающего Поехать Куда-нибудь В интересное Место Пожалуйста Потом Если у нас Интересно Сложатся Общения И человек Захочет Путешествовать Автостопом Больше Возможно Мы подружимся И можно Поехать Автостопом В какие-то Другие Регионы Города Страны И Например Я пытаюсь Снимать Не только Путешествую Ради того Чтобы уехать Из пункта А в пункт Б А пытаюсь Снимать И делать Проекты О путешествиях С некоторых пор Потому что Когда-то Я работал Специалистом По ароматам Дома Шанель В России У меня был Ограничный отпуск И я путешествовал В отпуск Или В выход Или В какие-то Свободные Другие дни Праздничные Мне этого Не хватало А теперь В свободном режиме Я могу Путешествовать Уже Гораздо Больше И могу Конвертировать Свои путешествия К каждому Я предлагаю Такое В интересные Проекты Например Можно снимать Людей Задавая Интересные Вопросы Или интересующие Как минимум Тебя Вопросы Чтобы хотя бы Для тебя Получить Какие-то Ответы И Я стараюсь Делать Такие Опросы Которые В той или иной Мере Могут быть Интересны Другим Людям Например Путешествия По Америкам Автостопом Проехал По США И По Латинской Америке И Этот проект Даже В двух частях Уже был И Снимаю Вернее Снимал там Спрашивал людей Что они думают Что они знают О России Естественно Снимал я И Приключения Повседневные И какие-то Красивые виды Интересные Ситуации Чтобы Показать людям Во-первых Насколько это Интересно Путешествовать Автостопом Насколько там Красиво Насколько хороший Автостоп И Что же думают Иностранцы О нас Это к вопросу О стереотипах Какие Благодаря Автостопу Можно побеждать Еще Стороны Зла То есть Зло Стереотипов Людей Друг о друге В разных Странах Ведь Пропаганда В России Навязывает нам Определенное мнение О людях В других Странах Отчасти Что-то Может быть Корректным Может отражающим Быть Суть явления Но как правило Эта битва На уровне Политики А если говорить О людях На человеческом Уровне Очень много Хороших людей В самых разных Странах В том числе В США В том числе В Латинской Америке Когда я путешествовал Стостопом Будучи Славянином Будучи Русским Человеком Даже Казалось бы В такой Период Обострения Межнациональных Отношений И Политической Обстановки В мире Никаких проблем Не испытывал На тему Я русский Значит Ко мне должно быть Какое-то Пренебрежительное Отношение Напротив Услышал Очень много Хороших Или даже Очень хороших Мнений О русских Какие-то Отдельные Мнения Были Не очень Хорошие Но Как правило Это было Связано С политикой Как правило Это было Связано С какими-то Ситуациями Которые Отчасти Тоже Пропаганды Людям Навязаны Но В целом Конечно же Каждый человек Он отвечает За себя С одной С другой С другой За свою Нацию И Если Вы встретили Или я Например Так для себя Считаю Встретил Плохого Человека Очень Образно Да Который Что-то Возможно Сделал То Что Мне Не Понравилось Во-первых Нужно Разобраться Может быть Я в этом Виноват Во-вторых Если Я не Виноват То Хорошо Этот Человек Сделал Что-то Плохое Это Не Знает Что Все Нации Плохие Потому Что Нередко Сталкиваюсь С людьми Когда Начинается Критика Если Человек Столкнулся С одним Каким-то Представителем Нации Он Думает Или Все Такие Это Важно Понимать И Слава Богу Пропаганда И Политика Не Действуют На уровне Автостопа И Люди Конечно же Те Которые Станавливаются Это Либо Хорошие Либо Очень Хорошие Люди И В Штатах Я Получил Огромный Заряд Позитивных Эмоций Несмотря На то Что Я Нарушал Правила Меня Нередко Брала Полиция У меня Много В связи С этим Веселых Разных Ярких Историй И В пределах Эфира Конечно же Сложно Рассказать Об этом Все Я думаю Мы Посвятим Эфир Еще Посвятим Отдельное Путешествие Да Мы Можем Сделать Эфир По регионам По странам И Еще Буквально Пару слов Об автостопе Побеждающем Зло И Неспроста Почему Это Мой хэштег Конечно же Когда ты едешь Автостопом Ты Несмотря На то Что Вернее Во-первых Благодаря тому Что ты Свои Какие-то Комплексы И проблемы Разрушаешь Ты еще Помогаешь Водителям Верить И Подвозить Автостопщиков И Делать это С огромным Удовольствием Не просто потому Что он Обязан Это сделать А потому Что Вернее Вынужден Помочь Из жалости А у него Возникает Желание Подвозить Автостопом Других Людей Потом Это Вера В то Что Люди Которые Тебя Подвозят Вернее В частности Говорит Вернее Не подвозят А которых Ты подвозишь То есть Автостопщики Автостопщики Люди Безопасные Это очень важно Потому что Первый страх Это То что Ты будешь Плохо Пахнуть У водителя Который Мимо Проезжает Это Как правило Страх Что Возможно Его Ограбят Возможно На него Нападут Так же Как Автостопщики Которые Пытаются Путешествовать Автостопом Или хотят Попробовать Но Некоторых Страх Останавливает Боязнь Что Особенно Девушки Это В принципе Рационально Что Возможно Что-то Плохое С ними Произойдет Поэтому Девушкам Я путешествовать Конечно же Рекомендую Либо Как минимум Две Девушки Либо Лучше Еще Конечно же С парнем Но Как правило Двойка Это Оптимальный Вариант Три Человека Уже Сложнее Путешествовать Автостопом Потому что Больше Количества И меньше Возможности Уехать В машине В которой Ограничено Число Посадочных Мест Она может Быть Полная И там Одно Место Только Два Свободное Потом Да Страх Безопасности Вернее Страх Боязни Перед Опасностью Уходит Потом Уходят Страхи Боязни Природы Погоды Плохой Потому что Мы ко всему Можем приспосабливаться И важно Просто правильно Быть одетым И подготовленным Правильно И Страхи Незнания Других Культур Вернее Не Страхи А Зло Зло побеждается Незнание Других Культур Что Чего-то Нового Ну В целом Незнание Эрудированность Кругозор Мировоззрение Растет И Ты На Духовном Плане В духовном Плане Становишься Гораздо Более Высоко Развит Если Опять-таки Ты правильно Конечно же Подходишь К этому Явлению Автостоп Вот Наверное В целом Так Длинно И В примерах Хорошо Ну Раз Обращал Предлагал Обращаться К профессионалам К тебе Я обращаюсь И Поскольку Затронул Тему Что Очень Муссирует Все-таки Проблемы Возникающие С автостопом На трассах То Давай Все-таки Эту тему Мы более подробно Рассмотрим Для того Чтобы ее Как-то Рассмотрев Отсечь Отбросить В сторону Итак Вот Тебя подвезла Девушка Первый раз Она подвезла Осталась В восторге На мой взгляд На мой взгляд Я бы Вот Как-то так Для таких Восторженных Девушек Наверное Какую-то Инструкцию Давал И Переживал Бы за нее Потому что Она вот Восхитилась Тобой Восхитилась Тобой И Считает Что Так Хорошо Замечательно Все такие Автостопщики Добрые И Начинает Всех Подвозить А потом Друг Оказывается Что Попадается Какой-то Негодяй И С этой Девушкой В дороге Что-то Происходит Нехорошее То есть После того Как ты Понравился Девушке Она решила Что теперь Будет Помогать Другим Ты На себя Тем самым Возложил Ответственность А не Дай бог С ней Что-то Случится Потому что Не все Автостопщики Одинаковые Не все Кошки Серые Да Это Понятно Дело в том Что О чем я ранее Говорил Что Осознанные Автостопщики Они Должны Выглядеть Приятно Они Должны Выглядеть Хорошо И Это Может Привлекать Тех Людей Которые Останавливаются Если Говорить О водителях Которые Подвозят Они Подвозят Проявляя Своё Желание И Это В первую очередь Как ни крути Их ответственность Я же Могу дать Рекомендации И Каждый Человек Решает Что Он Делать Будет Тем или иным Человеком Который Голосует На дороге Во-первых Автостопщик Это Человек Который Выглядит Безопасный Автостопщик Настоящий Автостопщик Выглядит Прилично Выглядит Чисто Желательно И я советую Это на своих Лекциях И прочих Выступлениях Выглядит Желательно Ярко Чтобы быть Заметным На дороге Чтобы быть Более Желанным Попутчиком Для Каждого Проезжающего Водителя И При этом Рюкзак Иметь Хотя бы Не очень большой И большой Очень большой Ни к чему Я считаю Это я тоже Советую Но Показатель Что человек Путешествует Автостопом Безопасный Автостопщик Это его Приличная Яркая одежда Его внешний вид Его Его Снаряжение Это рюкзак На котором Может быть Еще Закреплен Спальник Палатка Коврик Если они Не внутри Но это Тоже Не обязательно Главное Рюкзак Потом По общению Буквально По энергетике Я человек Который Подвержен Как и любой Автостопщик Якобы Какому-то Скажем так Не страху А можно сказать Опасности Попасть в машину К неизвестным людям Я сам Чувствую Водителей И людей Которые останавливаются Во-первых Хороший вариант Конечно же И более безопасный Если ты едешь С девушкой И Это может Больше Вызывать доверие У девушек Который Останавливается И я советую Тем людям Неважно Мужчина Или девушка За рулем Если вы Останавливаетесь Вы видите Какой человек И если Это пара Парень с девушкой То еще больше Может быть доверия Но опять-таки По словам По взгляду По эмоциям По флюидам Которые Идут В какой-то Момент общения Ты можешь понять Насколько Этот человек Хороший Но опять-таки Знал бы Где упадешь То Не пошел бы там Перефразирую Поговорку Одним словом Просто-напросто Нужно Пытаться Анализировать Это достаточно быстро И легко И Чувствовать И потом уже Принимать решение Если у вас есть Сомнения Конечно же Никто вас не заставляет Проезжайте мимо Но иногда Бывают сложности У автостопщиков Когда ты долго Остаешь на дороге Много могут машин Проезжать Но при этом Никто не останавливается Возможно Причина в тебе Возможно Стечение обстоятельств И Можно И нужно В темное время суток Использовать Специальное Снаряжение Как минимум Есть противники Есть сторонники Этого Но Учитывая Что Специальные комбинезоны Как например У Питерской лиги Автостопа У других Каких-то Профессиональных Автостопщиков Специальные комбинезоны Не каждый может Себе сделать Пошить Особенно путешествуя Впервые На пробу То Жилетку Яркую Например Гастарбайтера Как я ее называю Со светоотражающими Полосами Или СОП Так называемый Браслет светящийся Светоотражающий Или что-то В этом духе Желательно иметь И это Гораздо более безопасно И это также Признак того Что человек Не просто вышел на дорогу Чтобы кого-то Грабить Или что-то плохое Делать А этот человек Вышел на дорогу Исключительно С благою целью Чтобы ехать Автостопом Куда-то Собственно так Решение Принимает каждый Человек Который Останавливается Он Имеет права Он имеет Соответственно Интеллект Который позволяет ему Если он уже Получил права Оценивать людей И я думаю Что Самое главное Чтобы он просто Продолжал Все эти свои Способности Использовать В правильном русле И все будет хорошо Ясно Скажи пожалуйста А вообще Автостоп Подразумевает Полностью Беззаплатную Систему проезда Или все-таки Бывают Какие-то Случа Когда Что-то Надо Кому-то Заплатить Я Лично Путешествую Автостопом Можно сказать Для меня Важен Автостоп Как Некое В том числе И спортивное Явление А что значит Спорт Это Это Когда Ты Используешь Все Свои Способности Для Достижения Цели Но Не Деньги Ты Не Платишь Деньги В футболе Судье Если Ты Настоящий Спортсмен И если Для тебя Спорт И Файерплей Да В принципе Честные игры Важны И Это Важно Понимать В автостопе Если Для вас Не принципиально Как угодно Ехать То Можно Иногда Заплатить Если Вы Хотите Но Это Уже Будет Не Автостопом Это Попутка За Которую Вы Заплатили Это Уже Некое Другое Явление Если Говорить О Определении Автостопа Автостоп Это Передвижение На Любом Попутном Транспорте Бесплатно Согласие Водителя Согласие Водителя Очень Важный Момент Мы Не Должны Применять Никаких Средств Без Средств Ружья Не Дай Бог И Тому Подобного И Водитель Должен Сам Захотеть Вас Подвозить Во Вторых Если Мы Не Платим А Водитель Хочет Вас Подвезти Это Значит Что Контакт С водителем Будет Гораздо Лучше Потому Что Люди Остановились Чтобы Вам Помочь Чтобы Поехать С Вами И Чтобы Вы Ставили Компанию Платить Если Так Можно Сказать Другими Способами Это Общение Это Иногда И Это Нередко Требуется Особенно Дальнобойщикам Ночью Не дать Возможность Заснуть Водителю Это Возможность Просто Сделать Его Путешествие Его Поездку Гораздо Более Интересной Я Люблю И Говорить И Слушать Особенно Приятно Интересно Когда Водитель Любит Может И Хочет С тобой Говорить На Разные Темы Это Интересно Слушать Узнавать Много Нового К этому Можно И добавить Что Автостоп Обеждает Зло Как раз Таки Незнание Вот еще В общении С людьми В первую очередь И Обретение Друзей Получается Потому что Благодаря Автостопу Ты Можешь Подружиться С человеком Если ты Хочешь Если ты Можешь Если у тебя Есть еда Если у тебя Есть то Что Ты Можешь Разделить Поделись Каждый раз Например Если я ем Нередко На ходу Что-то Достаешь Перекусить И обязательно Делишься Этим С водителем Если он Хочет Конечно же Предлагаешь Всегда Во-вторых Не дай бог Может быть И медикаменты Какие-то Понадобятся Или Помощь В пути Машина Сломалась У меня Бывали ситуации Я на Перевале В Казбеге В Грузии Помогал Армянскому Дальнобойщику И одевать Цепи на колеса И Кабину Мы поднимали Я поднимал И потом Например В Гондурасе Водителю Помогал Колеса Наверх В кузов Закидывать След Остался От этого колеса У меня навсегда На моей майке Как напоминание О тех событиях Или Какие-то Тяжелые Предметы Я помню Русскому Парню Помогал Где-то В Ленинградской Области На пути В Питер Делать То есть По возможности Делаем Что можем И Самое главное Что Нет взаимодействия Из-за денег Если Человек Требует Изначально Денег Я говорю Здравствуйте Во-первых Буду Благодарен Если Подвезете Вперед По пути Спасибо Вам Большое И Человек После этих слов Начинает Опять-таки Повторять Или он Еще не сказал Но тут же Снова говорит Вернее Не снова Впервые Говорит Что я Все равно Спрашиваю Сколько Ты заплатишь Я говорю Вперед По пути Безвозмездно Буду благодарен Я не люблю Слово Бесплатно Я считаю Что Важно Просто Обозначить Что ты едешь Автостопом Опять-таки Это может Мое Просто исключительное Мнение И я его Не навязываю Но Такая формула Мне ближе Потом Конечно же По возможности Увы Или к счастью Я не вожу Машину Но при этом Если бы возил Я конечно же Подвозил Всех людей Которые вызывают У меня доверие Во-вторых Пытаешься Помогать тем Что можешь сделать Важно Понимать Что в жизни Все что К тебе приходит Нужно Анализировать И принимать Нужно принимать С благодарностью Благодарить Очень важно А потом Ты можешь Сделать Что-то Хорошее При малейшей Возможности Делать Благодарные Вернее Не благодарные А добрые Дела Для других Людей Продолжать Этот Бумеранг Вернее Или это будет Бумерангом Или это просто Цепочка добра И тем самым Мир Становится Лучше Вот я Например Действительно Заряжаюсь Позитивом И любой Нормальный Человек Автостопщик Я думаю Который После того Как проехал Получил Массу Положительных Эмоций Ему помогли Люди Он хочет Еще больше Помогать Другим Людям В той Илиной Форме Можно Например Волонтерить Я люблю Волонтерить И начинал Автостоп С поездок Волонтерских Лагеря Где я работал За ночлег Еду При том Что платил Даже деньги За волонтерство То есть Ты платишь За это И еще Ты работаешь Тебе только Отдают еду Ночлег И может быть Какие-то Интересные Еще Приключения Вернее Не приключения А мероприятия Устраивают Для тебя Это здорово Потому что Я получал Гораздо больше В этих лагерях И Хочу продолжить Потому что В волонтерские Лагеря Может поехать Каждый Желающий И возрастные Граничения Очень условны То есть Можно для Практически Человека Любого возраста Найти Подобное Об этом тоже Мы говорим И в моей группе И у меня лично Можно узнать Добавившись Друзья Если есть желание Это очень здорово Потому что Опять-таки Возникает Ощущение Что в любой Точке мира Ты свой Потому что В этих лагерях Во-первых Ты можешь Побывать В любой точке мира Практически В разных странах мира Во-вторых Ты делаешь Что-то полезное Для людей Нуждающихся Для инвалидов Например Пенсионеров Детей Или Для природы Например Ночной Мониторинг Откладывание Яиц Морскими Черепахами На берегу Мексиканского Залива В Мексике С одной Потом по цепочке Узнал О каучсерфинге В другом Сайте Гостеперимса Который Сейчас Очень хорошо Развит И отлично Работает И прекрасно Сочетается С автостопом Благодаря Волонтерским Магерям Я узнал И познакомился С разными Интересными Людьми Я узнал В конце концов Что можно Путешествовать И лоукостерами Очень дешевые Перелеты Потому что Путешествовать Автостопом Это значит Что ты Путешествуешь Автостопом Исключительно Каждый раз Я честно Я радикальный Автостопщик Я очень люблю Автостоп И когда мне говорят Невозможно Здесь это сделать Во-первых Я спрашиваю Какой у вас опыт Как правило Люди говорят Никакого Но я знаю Что здесь невозможно Проехать автостопом Я говорю Отлично Спасибо Я все принимаю Ни в коем случае Не спорю И делаю то Что я хочу сделать Очень важно Не дать другим людям Не знающим Людям неопытным Людям боящимся Не дать сломить себя Не дать им Овладеть Их Вернее Их страхами Не дать им Сделать из вас человека Такого же Как они Всегда Нужно ориентироваться Если вы чего-то хотите Добиться в жизни На людей Которые уже чего-то добились И слушать их Перенимать их опыт Вот И слава богу Что Есть Возможность Анализировать Все слова У каждого из нас Нужно их анализировать И понимать Насколько К ним можно прислушиваться И Автостоп В итоге Работает Очень хорошо По всему миру И Просто Нужно Пробовать Делать 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 Еще Какие-то Возможно Вопросы Вопросы Которые поступают В чате Мы живем Все В условиях Гонок За Деньгами За тем Чтобы выжить За тем Чтобы Обеспечить себя Близких Чтобы Быть Человеком Живущим И оставающимся Как минимум Остающимся Вернее На плаву Но Стрессы Самые разные Неприятности Напряжение Люди Пытаются Снимать В первую очередь Да Первая беда По крайней мере Так было И раньше И увы Сейчас Я думаю Это конечно же Алкоголизм Плюс Наркомания Все эти Негативные явления Они Очень Очень Конечно Печальны И когда ты Начинаешь Путешествовать Автостопом Когда ты Просто Выезжаешь Когда плохое Настроение Даже Когда У тебя Что-то не так Выезжаешь Хотя бы На денек На два Куда-то И возвращаешься Во-первых Ощущение Что ты Живешь В потрясающем мире Он состоит Из прекрасных людей Во-вторых Ты Заполняешь Своё время Так Что У меня Лично Ощущение Возникает Что оно расширяется В формате 3D 3D формат Это значит Что Ты Вот Например В поездке Двухдневной Ощущаешь Что Ездил Где-то Столько событий Столько эмоций Столько Замечательного Произошло Ты увидел Красивого Много Ощущение Что ты неделю Как минимум Где-то путешествовал И когда ты Путешествуешь Автостопом Ты Во-первых Не хочешь Ничего плохого Принимать Во-вторых Нет смысла И Не до этого Можно сказать Даже Ну конечно Если человек Хочет что-то Плохое Найти Принять Он может Конечно Найти это Везде При желании Но Даже Задуматься Не приходится Об этом Я бы советовал Плюс Вот Например Есть АВП Прекрасная Академия Вольных путешествий Организованная Когда-то Около Двадцати Примерно Лет назад Антоном Кротовым Который Путешествует Очень давно И Автор Множества Книг Он Организовал Эту академию Он Принял Ислам Даже И Трезвые Сходы АВП Он Проводит Есть Также Дома Для всех Тоже Интересное Явление Дома Хороших Людей Которые Организуются В самых Разных Точках Планеты В которых Может Побывать Каждый Желающий Либо Бесплатно Если у него Нет возможности Заплатить Либо За те деньги Которые Он может Пожертвовать На содержание Этого дома И Если он Принесет Какую-то еду Или что-то Полезное То Это замечательно Получается Что На этих Сходах Которые Проходят Дважды В год Это Начало Сентября И это Начало Лета Июнь Выходные Плюс Еще Пара дней Вот С четырех Га по воскресенью Обычно А то и до Понедельника Можно Приезжать Всем Желающим Участие Абсолютно Безвозмездное При условии Что Вы Ведете Себя Адекватно Там Запрещено И курение И алкоголь Конечно же И тем более Какие-то наркотики И Это здорово Атмосфера Очень позитивная Очень Интересно Я тоже Выступаю Выступают Разные Путешественники С богатым Опытом Да и не только С богатым Если у человека Есть желание Рассказать о своем Путешествии Интересном Пусть даже Небольшом Каждый Желающий Может Сделать Плюс Организуются И показы Слайдов И Видео Даже Одним словом Все Организуется Очень хорошо С едой Нет проблем Все четко Организовано Если бы Все 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 Было Связано С Алкоголем То Организация Сами Понимаете Была бы Гораздо Хуже Потом Здоровье Естественно У автостопистка Должно быть Хорошим Если ты хочешь Увидеть мир Если ты хочешь Ходить пешком И Иногда Да Приходится В автостопе Ночевать в палатках Во-первых Это Закаляет Это Помогает Только Укрепить здоровье И это Естественно Полезно Для Продления Жизни И Я даже Так что Я говорю Что автостоп Это мой наркотик Когда-то попробовал Теперь остановиться Не могу Но Опять-таки Путешествовать Постоянно Не обязательно Вот даже Моя мама Попробовала Путешествовать Автостопом Вместе Естественно Со мной Семейный был Выезд Даже пару Наверное Тройку раз И Ультра All-Inclusive В Египте По туру В Турцию Поездка Мама очень счастливая Но такой счастливой Маму Как во время автостопа По Кавказу Я никогда не видел В 57 лет Началась карьера Автостопщицы У мамы И Она Продолжилась Мама К большим желаниям Захотела И поехала снова И можно путешествовать Семьи Можно путешествовать Автостопом С друзьями Кстати говоря Питерская Лига автостопа И не только И в Европе Это практикуется Организует Путешествие Автостопом В виде гонок Можно Двойной Заряд Позитива Получить И адреналина Если ты Поедешь Автостопом Еще выполняешь Определенные задания Едешь По определенным Правилам И Выигрываешь Гонку Это здорово Я спортивный человек Когда-то мечтал Стать футболистом И всегда Вел второй образ жизни Старался По крайней мере В силу разных обстоятельств Увы Не всегда Получается Поддерживать В нужном режиме Свою жизнь Но автостоп Он этому способствует Потому что Во-первых Говорят Что вот Проблема с питанием Да Ты не можешь есть Может быть Больше В определенный момент Своей любимой мамой Но при этом Ты можешь Взять с собой Полезную Здоровую И не портящуюся еду И в поездке Эта еда Тобою съедается Плюс Ты делишься И плюс Водители Очень часто Могут угощать Особенно в определенных Регионах Это очень развито И в-третьих Если ты едешь автостопом Ты Пробуешь Очень вкусную Разную кухню Особенно в какие-то Другие регионы Далекие Страны Вот так Да Вот Мне казалось Что я много чего знаю В этом мире Но когда ты сказал Что религия была принята Из-за того Что Только из-за Из-за образа жизни Это для меня что-то новенькое Ладно Хорошо Давай дальше Дальше Вот от меня такой вопрос Скажи пожалуйста А семья Про маму Про маму сказал Ну да Да Секунду вопрос Извиняюсь Комментарий По поводу Религии Не понял Я просто не помню Чтобы говорил про религию Нет ты сказал Что вот он даже вступил Принял ислам Ты сказал что принял ислам Человек принял ислам Да Да Он принял ислам Но он принял ислам Это его опять таки выбор Да Я понял Просто прозвучало так Что вот он сам был против Против выпивки И поэтому даже принесло Я так прозвучало просто Я так думал Да Ну, возможно, я некорректно выразился, я не знаю, по каким именно причинам этот выбор сделан, я не знаю, и не мне об этом говорить, но он путешествовал очень много по странам Африки, Азии, и влияние, видимо, этих культур было, возможно, другие причины неизвестны. Но факт то, что автостоп и движение автостопа, и вот, например, часть Академии Вольных Путешествий подразумевает все-таки отказ от алкоголя, курения и, естественно, наркотиков других. Это хороший посыл, правильно, просто, видимо, не совсем точно выразился, поэтому я так подумал, уго, и даже сейчас уже за трезвости религию принимают. Хорошо, понятно. Вот давай такой вопрос от меня. Семья, помимо мамы, как относится к твоему увлечению, спортивному интересу? Еще кто-то включился в это мероприятие, в это занятие? Да, дело в том, что все автостопы путешествуют автостопом, и я путешествовал сначала девушкой автостопом, потом супругой, и мы проехали автостопом много. Ой, мы проехали автостопом много, потом мы, так сложилось, что я стал уже один путешествовать, и очень люблю, во-первых, подключать всех желающих к этому, всю семью, и очень хочу, чтобы и в будущем продолжались семейные путешествия. Вот, например, я даже с отцом путешествовал автостопом в определенные поездки, да, и получилось очень здорово, потому что автостоп, он влияет очень хорошо на вообще отношения между друзьями, вообще целом между людьми, тем более он может и, с одной стороны, укрепить, а с другой стороны, расставить точки надрыва отношения, то есть в путешествиях люди проверяются. Проверяются. Ведь вот философию, если мы возьмем экзистенциализма, да, философию существования, насколько я помню, да, один из важных постулатов, в которой человек проявляется тем, кем он является на самом деле в каких-то экстремальных пограничных ситуациях. И автостоп — это прекрасная вообще в целом школа жизни и школа отношений. И когда в автостопе, в путешествии что-то происходит неординарное, будь то позитивное или негативное, человек проявляет себя по-разному. Например, попутчики иногда бывает так расходятся, потому что определенные сложности возникают в отношениях, недопонимание. И очень важно, если вы хотите поехать автостопом куда-то далеко вместе, и даже если вы знаете друг друга, вы думаете, что вы знаете друг друга, попробуйте недалеко поехать автостопом все-таки. Опять-таки, ваш выбор, и если вы поедете далеко, у вас все будет хорошо, и, скорее всего, я надеюсь, так и будет, это замечательно. Но если вы едете автостопом куда-нибудь далеко, попробуйте все-таки сначала куда-то недалеко съездить вместе, тем более, если вы не знаете этого человека хорошо или вообще не знаете. Но здорово, я считаю, пробовать с новыми людьми, не бояться нужно этого, потому что всегда, чтобы познать лучшее, нужно попробовать. Возможно, что до этого вы не находили попутчиков хороших, попробуйте с новым. Возможно, вам понравится, возможно, вы найдете точки соприкосновения, и у вас будет гораздо больше общего, чем с человеком, с которым вы знакомы. И если у вас нет единомышленников в окружении, среди близких, среди друзей, вы можете всегда этих людей найти. Благодаря, спасибо большое группам в интернете, ВКонтакте о путешествиях, в том числе и в моей группе, можно находить легко попутчиков, можно находить людей, у которых можно остановиться. И тем самым путешествие становится гораздо более доступным для любого. Если вы один, это не повод не ехать. Пробуйте, находите попутчиков, желательно опытных, если неопытные, тоже хорошо, потому что сейчас можно легко теорией зарядиться. Вот, кстати говоря, совсем скоро должен попасть Питер, и 26 ноября, и 27 ноября будут лекции по автостопу. У меня вообще по путешествиям и по влиянию автостопа на жизнь, на то, как благодаря автостопу я стал гораздо более уверенным в себе и, в принципе, достаточно успешным человеком. И очень важно, во-первых, просто перед каждой поездкой настроить себя, да, позитивный настрой, который, конечно, обеспечивается теоретическими знаниями, во-вторых, правильным мышлением. Ведь мы в жизни получаем только две вещи, то, чего мы страстно хотим или то, чего мы страшно боимся. Я предпочитаю страстно хотеть и визуализировать правильно, и, слава богу, обычно так и получается. Это не значит, что мы застрахованы, мы не застрахованы ни от чего. Даже в поездке по туру, да, в Египет тот же самый, да, все мы знаем, печальные какие-то последствия. Если даже не говорить о глобальном каких-то катастрофах, можно сказать, на бытовом уровне, да, могут и ограбить, и обокрасть номер, и можешь заболеть в любой точке мира, если даже ты цивилизованно путешествуешь. Во время автостопа на меня никто никогда не нападал, никто не пытался ограбить, никаких неприятных поползновений в мою сторону не было в целом. Да, могут быть какие-то шероховатости в общении, но, как правило, с этим человеком, даже если какие-то, может быть, споры, да, какие-то разные взгляды на жизнь, я считаю, что смысла нет вообще спорить в жизни, да, в целом. Стараться избегать этого стоит, тем более с человеком, которого ты, возможно, во-первых, первый раз видишь, да, и навряд ли когда-либо еще увидишь. Вот и все, просто нужно быть более дипломатичным, и поэтому путешествуйте, путешествуйте автостопом в любом составе, пробуйте разные комбинации. Вот, собственно, все. Хороший ответ. Вот ты сказал, что автостоп на большие, тем более, расстояния, он проверяет дружбу. Здесь можно, наверное, песню Высоцкую перефразировать, да, если друг оказался вдруг, то только не в горы тащай, а в автостоп. Хорошо. А вот ты сказал, что в Питер собрался ехать, автостопом поедешь или сядешь на какую-нибудь там красную стрелу или на Сапсан? Вот как раз-таки сейчас забавная ситуация, я планирую и люблю, конечно же, автостопом, но один из приятелей автостопчиков, он купил по какой-то суперакции билеты, сам не может им воспользоваться, и, возможно, он мне его продаст, там он символическую плату имеет, этот билет, да, какой-то по суперакции, всего лишь 100 рублей, да. Я подумал, что, может быть, я его выручу и заодно просто сэкономлю время, потому что он едет в ночь этот автобус, ночью будет, и ехать утром я, по идее, должен в Питере быть, ну, возможно, этим воспользоваться, но там определенные нюансы в оформлении билета. А так, конечно же, да, а так, конечно же, я бы поехал автостопом, если бы не эта возможность, ну, посмотрим, как решится этот вопрос. А так, если говорить даже о моих семинарах, гастролях, на которые я езжу, я езжу автостопом, я езжу автостопом, и мне это нравится, это, в принципе, во-первых, и, как ни странно, может быть, для тех, кто не пробовал автостоп, и быстрее зачастую получается, чем на общественном транспорте. Вот, например, на свой родной Кавказ, из Москвы, я доезжал на поезде обычно, это 33-34 часа, а автостопом 20 часов рекорд, 23-26, но всегда быстрее получается, чем автостопом. Ну, давай сейчас как раз уточним, вот Питер, Москва, да, там есть поезда, которые идут, можно выспаться 8 часов, а есть современные Сапсаны 4, может быть, 4 с небольшим часа. Вот я, например, не поверю, что автостопом, проезжая, например, там, волочок какой-нибудь город, где там все, постоянная пробка или что-то еще, можно доехать быстрее, чем, ну, пускай не на Сапсане, но на обычном поезде, потому что любой навигатор показывает, ну, минимум 7 часов объезд пробок, минимум, а так максимум это, может быть, 9 и даже 10 часов. Вот из Питера до Москвы и из Москвы до Питера автостоп, как вообще это происходит, давай так разберем детально, да, как это вообще происходит и сколько на это времени уходит? Да, дело в том, что хороший момент, конечно же, автостоп это не всегда быстрее, чем на общественном транспорте, но нередко, зависит от направления, от того, на чем ты идешь, какие есть варианты. И я, конечно, автостоп выбираю не для того, чтобы сэкономить время, во-первых, если я быстро доеду автостопом, и это будет еще быстрее, чем на общественном транспорте, это хорошо, но если я не доеду быстро автостопом, то я этого и не жду, да, в первую очередь, для меня это не главный нюанс. И, например, я знаю, что при условии, что ты едешь и при условии, что ты делаешь, ты можешь всегда надеяться на какие-то приключения, события яркие и даже чудо. Например, за пару часов один добрался автостопщик из Москвы в Питер, он застопил копейку, а водитель копейки, это еще давно это было, оказался работником то ли авиакомпании, то ли аэропорта, и он загрузил свою копейку в грузовой самолет. И они долетели в Питер гораздо быстрее, даже в два раза быстрее, чем на Сапсане. Вот, это к вопросу, что всякое может быть. У меня даже случился нечаянно авиастоп на Ниагарский водопад, но тут еще влияние было, это каучтерфинг, мы пытались попутчиться доехать автостопом до Ниагарского водопада в Штатах, в 20 милях, которые, это примерно 30 километров от Баффало. И он нам предложил, вы хотите на попутках автостопом, я вас довезу, ну не на машине, а на самолете. У него в распоряжении, он член авиаклуба, самолет, он привез нас в аэропорт, на аэродром вернее, и мы вылетели, я был, конечно же, в полном восторге. Я даже управлял самолетом, он мне говорит, хочешь управлять самолетом? Я говорю, хочу. А на тебе штурвал, да. Держи, да. Я держал два штурвала, там маленький самолетик классный, и это было незабываемо. Я, конечно же, в восторге был, делал видео, фото. Мы над Великими озерами пролетели, даже залетели в Канаду без визы, на территорию Канады, потому что водопад же на границе. Потом мы совершили посадку в международном арморту, Баффало, Touch and Go, вот так называемый, то есть по взлетно-посадочной полосе, пролетели, проехались и снова залетели. Это было, конечно, супер. Над Баффало пролетели и в Ниагарский водопад. Мы такие достаточно крутые, по крайней мере, я так это ощущал. Пике сделали, в том числе с моим участием, и то, что происходит благодаря автостопу, благодаря каучсорфингу и вольным путешествиям, это чудеса, которые являются, можно сказать, если ты в них веришь, если ты идешь вперед, делаешь что-то, преодолеваешь страхи. Если бы я приехал по путевке, по туру туда, там даже такого за деньги нет. Только, возможно, насколько я знаю, за обоснословные деньги вертолет на экскурсии. Но самолет и экспром такой, можно сказать, авиастоп, это потрясающе. В общем, развлекался как мог это получается. Да, можно и гидростопом путешествовать даже, можно и поезд за стопом, можно стопить поезда. Я даже в Америке поезд застопил, когда я обратился к американке, говорю, можно ли подсказать, где тут трасса на Нью-Йорк. Она говорит, зачем тебе трасса, вот поезд, и говорю, гидростопом. Ну, иди на поезд и скажи, что ты потерял билет, пощупай себя по бедрам, по карманам вернее, и скажи, ой, я потерял билет, они тебя в худшем случае просто выставят, ну, вернее, попросят вежливо выйти на ближайшие станции, и все. Недалеко ехать было, это старт в Нью-Черси, я говорю, да, но я решил не придумывать, не играть роль, не обманывать, а просто сказать, что я еду автостопом. И когда подошел ко мне кондуктор, я говорю, здравствуйте, извините, я еду автостопом. И реакция была потрясающая, он сказал, этот кондуктор, о, окей, хорошо, ну, не по-русски, но факт то, что просто одно слово окей, и показал знак класс, и все. И я доехал успешно до самого центра Манхэттена в гости к человеку, который остановился на ночь потом, к подруге, автостопчице, которая сейчас, будучи выходцем из Мурманске, там живет. И получается, что автостоп, он может быть самого разного рода, и люди путешествуют гидростопом через океаны, приплывают на яхтах. У меня был микроскопический опыт, я, к слову, кстати говоря, самое высокогорное судоходное озеро, самый высокогорный судоходный водоем в мире, автостопом, вернее, гидростопом, немножко проплыл, переправился по нему, Титикака озеро в Боливии, на границе Боливии и Перу, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, я был со стороны к Боливии, да. И здорово получается, что ты можешь и океаны пересекать, я знаю таких людей, которые пересекали большие расстояния, и по рекам можно путешествовать. Одним словом, все зависит от твоего желания, от военноходчивости и отсутствия комплексов, которые уходят. Понятно, понятно. Я так предполагаю, я знаю даже, куда тебе нельзя пускать, однозначно нельзя, на Байконур тебя нельзя пускать. Понимаешь? Потому что, так это, космонавты заходят, а тут сидит Виктор, ребята, я тут автостопом, мне там до Луны не добросите. Вот это вот точно, на Байконур тебе должен быть вход закрыт однозначно. Ну, ладно, продолжаем вопросы озвучивать. Итак, Виктор, где задает тебе вопрос Геннадий из Твери, где ты успел побывать за время автостопа и где больше понравилось? И, пожалуйста, пишет Геннадий из Твери, замени слово удовольствие на более подходящее. Благодарю. Так, еще раз. Первая часть, где ты успел побывать за время автостопа, где больше тебе понравилось, а вторая от него просьба заменить слово удовольствие на более подходящее. Разнести то, что имелось в виду под словом удовольствие, нет? В моем случае? Нет, просто слово удовольствие, древнее слово удовольствие, видимо, в этом смысле Геннадий пишет. Просто дело в том, что удовольствие, уда, это обозначает мужское, то, что в штанах находится. А вольствие – это воля, когда дается этому делу. Вот когда применяется слово удовольствие, он воспринимает это, когда расстегивается и сам понимаешь. Поэтому, видимо, с этой точки зрения. Понятно. Хорошо, ну, про первую часть давай, значит, про первую часть. Где ты успел побывать за время автостопа и где больше тебе понравилось? Побывал я в 84 странах. Многие автостопчики, или части из них, вернее, считают и километры, и города, и прочую статистику ведут. Я лично не делаю такого глубокого анализа и статистики не веду, но только пытаюсь хотя бы страны считать. Страны, в которых я побывал, конечно же, это страны в той или иной мере интересные, любимые. И эти страны, они в той или иной мере с развитым автостопом, где-то лучше, где-то хуже. И я, когда путешествую автостопом, и вообще путешествую, я, конечно же, люблю открывать новые страны, люблю открывать новые места. Да, мне очень интересна природа, явления разные. Но два важных фактора в моем путешествии, которые мне важны, это приключения как таковые, что дает автостоп. И самое главное, это люди, благодаря которым все и возможно. Это и главный носитель культуры, это носитель знаний, языка. То, что дает мне по-хорошему источник духовной пищи, то, что мне дает заряд позитива общения с людьми. И с одной стороны, ты понимаешь, что есть разность культур, воспитания, характера в людей. А с другой стороны, понимаешь, что весь мир состоит из таких же людей, таких же братьев и сестер. И границы, они имеют место быть, но они зачастую все-таки условно разделяют нас, благодаря каким-то политическим режимам и государственным установкам. Но когда ты едешь автостопом по разным странам, ты, с одной стороны, наслаждаешься разнообразием культур, а с другой стороны, чувствуешь себя человеком мира и чувствуешь, что вся планета – это для тебя один большой дом. Это очень важное осознание, которое приходит к тебе, если оно не пришло изначально. У меня этого не было, осознание вот в том виде, в котором оно у меня сейчас, когда я начинал путешествовать. Я сейчас могу в любой точке мира, по сути, за какими-то редчайшими исключениями, войну, военные действия мы не берем в счет и какие-то особенно страшные места. А в целом весь мир – это, по сути, место, в котором ты путешествуешь. Я лично путешествую и огромную испытываю радость от того, что в любой точке мира останавливается человек, несмотря даже на незнание языков, мы друг друга можем понять. Я машу рукой на дороге, на обочине, он едет на машине, он едет вперед, я машу в этом же направлении, и мы едем вместе, и даже на пальцах можно объясниться, даже веселее иногда. И плюс сейчас приложения, разговорники, словари в электронном виде – все это очень доступно. Интернет в том числе может быть доступен при условии, что вы можете купить местную сим-карту и путешествовать долгое время, собираетесь по этой стране или региону. Есть резон. Но даже если нет карты, сим-карты вернее, то можно в случае, когда нужно что-то сделать, и даже в интернете сейчас нередко у водителя есть мобильный интернет. Если что-то важное, очень нужное, естественно, можно попросить даже у водителя телефон, они с удовольствием охотно дают или даже просто-напросто делятся интернетом. Почти у каждого смартфона, у людей есть интернет, и несколько минут, мгновений, естественно, человек, который тебя подвозит, как правило, если у него есть интернет, он без проблем и поможет с интернетом. Сайт гостеприимства очень хорошо работает, поэтому сейчас, с одной стороны, да, есть явление глобализации, у которого много, может быть, нехороших сторон. Но это явление глобализации имеет и хорошие стороны. Благодаря этому мы, вот благодаря путешествиям автостопом и благодаря каучсерфингу, сайту гостеприимства, мы видим, что очень много хороших людей во всем мире, и отношения наши, мои лично, вот с людьми и со странами, в которых я был, они становятся, как правило, еще лучше. Отношение к этим людям в странах и меняется в хорошую сторону, даже если вот стереотипы навязаны были, например, в случае с США, да, у меня. И, с другой стороны, стараюсь показывать, что мы русские люди, славяне, люди не опасны, есть стереотипы, но, к сожалению, все-таки надо признать, есть определенные предпосылки для этих стереотипов, да, что, увы, у нас много пьющих людей, злоупотребляющих другими какими-то веществами и людей, которые могут вести себя не очень мягко, да, вернее, не очень хорошо по отношению к другим, там, русские туристы, отношение к природе очень важно, есть даже шутка грустная, но, тем не менее, отдыхайте, вернее, берегите родину, отдыхайте за границей. Вот, к вопросу о том, как нужно беречь родину, конечно, нужно и путешествовать по России, по нашей стране и радоваться нашей стране, и у меня, например, когда я поехал в первый раз автостопом, эта поездка за границу была, но через Белоруссию сначала, да, потом дальше Польша, на юг Франции, волонтерский лагерь, а потом, чуть позже, я стал путешествовать по России, и, честно, могу сказать, что чем больше я стал путешествовать по России, тем больше я стал любить родину, несмотря на то, что, конечно же, больше и помимо хорошего открывается таких явлений тебе, которые не очень приятны, да, это и разрушение, увы, многих деревень, запустение, но такая тенденция в целом сейчас в мире присутствует, да, урбанизация населения, с другой стороны, конечно, отсутствие коммуникации, дорог хороших в целом, и явление, благодаря общению с водителями, с людьми, узнаешь о тех явлениях, которые не очень приятны, да, может, о каком-то криминале где-то, о какой-то коррупции, нарушении законов или правду, например, о войне в Чечне, то есть те явления, которые ты узнаешь, обращаясь, можно сказать, к первоисточнику, то есть от участников этих событий или от тех людей, которые непосредственно сталкивались с этим. И ощущение, с одной стороны, жизни лучше, а с другой стороны, ты становишься гораздо более осведомленным человеком, и это, в принципе, равносильно по всему миру. Ну, конечно, очень важный момент, да, в путешествиях по другим странам, что я очень советую, это знать, учить языки, есть международные языки, и, кстати говоря, нам с вами повезло, мы говорим на международном языке, на русском языке, который распространен достаточно по миру, и я не могу точно сказать, но как минимум 200 миллионов человек в мире говорит по-русски, и Россия, и много иностранцев, и представители разных народностей, говорят по-русски, и почти весь СНГ, да, плюс в других странах учили язык, восточные европейские страны, можно еще встречать тех людей, которые учили язык во Вьетнаме, например, и в других странах. Плюс я всем советую, опять-таки, выбирает каждый сам, но если я в другой стране, в этой стране мое имя экзотично, необычное мое имя Виктор, например, то я беру какое-то другое имя другого человека местного, но не просто какого-то человека, а какое-то имя, которое мне нравится, которое может соотноситься с путешествием. Например, в Казахстане тендер провели мы путешествовать с девочкой, и с мальчиком, с попутчиками, и мы общались с теми, кто нас подвозил, ребятами, и я говорю, какое имя мне подойдет, интересно было бы взять имя местное. Они говорят, ну вот на тему путешествий, Жол Мурза, господин дороги в Казахстане. Отлично, взял это имя. Потом представлялся Жол Мурза. Да, имя в Казахстане было такое, а вот в Узбекистане там Ёльчибой. Это мальчик, который родился в дороге. Ёльчибой. Такое смешное имя. И это имя мне даже помогло в монастыре найти ночлег в Угличе. Когда я пытался договориться о ночлеге, оказалось, там были узбеки, которые монастырь восстанавливали, наш православный монастырь восстанавливали узбеки. И они, во-первых, дружелюбно настроены были, во-вторых, когда еще узнали, что я Ёльчибой, они меня приняли за своего. Во-первых, это сближает, это способствует запониманию имени гораздо лучше. Потому что имя Виктора для меня и для нас всех привычно, а вот для людей, которые далеки от нашей культуры, это может быть абракадаброй. Потом имя делает общение легче, улыбает, веселее. Например, в Марокко я общался с ребятами, вернее, знакомился с ними. Они Мехмед, Али, представляется, а я Мухаммед. И они посмеялись и восприняли это очень позитивно. Стали меня назвать Мухаммедом. И это распространенное, очень, естественно, уважаемое. Все мы понимаем, почему. И с этой стороны здорово. И иногда, когда я представляюсь, Мухаммед, например, они говорят, ты мусульманин? Я говорю, нет, но я уважительно отношусь к каждой религии, к верующим людям. И, например, в Турции работал я волонтером, художником в лагере на берегу Гейского моря. Мы разукрашивали территорию, место отдыха инвалидов. И художник-лидер лагеря Истамбула, он мне дал имя Рюзгар. Ветер. Постоянно где-то носит меня, говорит. Вот ты будешь Рюзгаром. Потом еще вариацию на тему Виктор, победитель. Зафер мне дали. То есть у меня в Турции даже два имени. Даже третий еще, Музафер. То есть ты можешь играть с этим, это весело. А языки, конечно же, советую учить. Хотя бы немного, несколько слов и фраз. Важных, во-первых, для тебя, чтобы было общение. А чем больше ты знаешь язык, тем больше познания культуры. Ведь вот в Лаосе есть поговорка. Человек, который знает еще один язык, имеет еще одну жизнь. Очень хорошая поговорка. Я суть ее понял. Когда начал путешествовать, у меня английский был очень слабый. И я начал говорить, развязал язык. И потом, когда путешествовал по Латинской Америке, влюбился в эти страны Латинской Америки. И легко, достаточно освоить любому испанский. Потому что он достаточно легкий с точки зрения произношения, понятия. Но грамматика непростая. Но не обязательно знать грамматику, чтобы общаться. И чем больше мы знаем язык, тем больше мы, во-первых, уважение испытываем со стороны людей, которые с нами общаются. И тем больше понимания, тем больше познания культуры. Ведь главный носитель культуры – это человек. А чтобы познать культуру и познать человека, очень важно уметь говорить на их языке. Это дань уважения, в конце концов. Но забавные бывают эпизоды. Я помню, мы после волонтерского лагеря с англичанином, волонтером, таким же художником, как и я, от слова «худа», мы поехали автостопом. У него был разговорник для детей от 7 до 12 лет. Где были забавные фразы, например, «я только что убил шерифа». Очень важная фраза для 7-летнего ребенка на каждый день. Ты ее можешь выучить и сказать водителю, «я только что убил шерифа». Вы можете побыстрее, полиция со мной гонится. Или «парашют пилота не раскрылся». Не понимаю, зачем смысл таких фраз для 7-летних детей, особенно на каждый день. Но это для нас была мотивация искать какие-то новые фразы, и мы смеялись. Например, фраза «мотулук парадандаха у нем лидир» – «счастье дороже денег». Очень важная фраза, и, конечно же, если ты, во-первых, можешь представиться, можешь общаться хотя бы немного на языке местном, несколько фраз, слов, да еще и фольклор знаешь, это несказанное уважение. И, можно сказать, ты вырастаешь в глазах водителя очень сильно, если ты эти фразы можешь сказать. Ну и просто мне лично приятно. У меня мотивация была большая, когда я сталкивался с интересными, яркими людьми, просто с хорошими людьми. Конечно, мотивация учить язык гораздо больше. Но все мы в той или иной мере ограничены в наших возможностях. В любом случае нужно развивать их. И вот один из символов, и, можно сказать, символ в моей группе автостопной – это Супермен, сверхчеловек, но, по крайней мере, на данный момент пока так. То есть я говорю о том, и хочу донести до каждого мысль, что в каждом из нас живет сверхчеловек. У нас есть, в нас скрыты сверхвозможности. И автостоп «Свободные путешествия» работает с волонтером, с самым разным ампулах, художником, с детьми, с природой связанной, или с черепахами. Очень огромное разнообразие. Вся эта работа новая, интересная, разная. Все эти приключения, которые в путешествии могут быть, все эти ситуации, они делают нас умнее, опытнее. Мы познаем себя и открываем какие-то возможности, о которых мы даже, может быть, и не подозревали. Потому что путешествия такие – это как промокашка, это как очень хорошая лаборатория. Это, как я люблю говорить, университет. Это, как сказал Мухаммед, не говори, насколько ты образован, лучше скажи, сколько ты путешествовал. Вот так. Будем считать, что столь развернутый ответ, это был только на первую часть, где ты побывал. Но все-таки какая же больше страна понравилась? Еще так было там в вопросе. Хорошо, да. Во-первых, я очень люблю Россию. Как бы это, может быть, для некоторых не звучало странно, но Россия с точки зрения путешествия автостопом – одна из лучших стран. И с точки зрения других каких-то моментов. Потом, страны разные. И в какой-то стране мне нравится что-то больше, что-то меньше. Но в целом любимых стран много. Например, Исландию я полюбил, потому что там невероятно, во-первых, красивая природа, необычная. Доступные гейзеры, доступные другие очень интересные места. Северное сияние зимой, да, если мы едем, или просто в то долгое время года, когда небо еще может быть темным. Ведь главный фактор для того, чтобы было северное сияние, это, во-первых, темное небо должно быть, а не мороз. Во-вторых, доступность – это очень важно. Вот, например, на Камчатку я тоже очень хочу поехать, но ее все-таки удаленность, ее дороговизна и сложность перемещения по самой Камчатке, конечно же, и отсутствие вот как раз-таки доступных, таких доступных мест интересных, к сожалению, отпугивает многих из путешественников, из желающих туда поехать. Но, тем не менее, я тоже хочу туда поехать, в том числе была идея и волонтерам поехать. Потом, если о странах конкретнее. В Европе в целом мне нравится, но вот Балканы, славянские страны мне ближе, Южная Европа в той или иной мере, в Скандинавии тоже есть любимые страны, да. США мне понравились в целом по тому, каких людей встречал, и там очень много и очень красивая природа, о которой они в той или иной мере все-таки заботятся, да, очень много хороших национальных парков доступных, и природа очень разнообразная, большая площадь страны, это интересно. Плюс, что еще? Ну, хотя автостоп свою специфику имеет, в целом хороший, но иногда могут быть проблемы с полицией из-за их законов и из-за их отношения к тем людям, которые на дороге стоят и ловят. То есть есть страны, где запрещен автостоп? Запрещен? Да, есть страны. Вот, например, в Штатах нет единого закона, у каждого штата свой закон, свои законы, свои порядки, и в каких-то штатах автостоп запрещен, в каких-то штатах частично, и в каких-то он разрешен, но тут важно еще понимать, где ты ловишь машины. Я ловил иногда и нарушал правила и законы, но каждый раз говорил, что я не знал, потому что, во-первых, я действительно не знал, во-вторых, мне не важно было, потому что у меня была цель, вижу цель, не вижу препятствий. Это, конечно же, в первую очередь, моя личная ответственность за самого себя, потому что подразумевается, как правило, то, что ты едешь автостопом, это небезопасно для человека, который едет автостопом, это небезопасно, потому что ты садишься в машины другим людям, во-вторых, ты, может быть, из-за этого подвергаешь себе опасности еще просто потому, что на дороге стоишь, что тебя могут сбить, но я лично думаю, вот эволюция, если о США говорить, автостопа, начиная с примерно начала 20-го века, автостоп эволюционировал, это было движение, это было развито, поощрялось и очень хорошо работало, даже вот до, может быть, годов 70-х, 80-х, а постепенно автостоп, может быть, даже до 90-х, постепенно автостоп был больше запрещен, больше сошел на нет, я думаю, тут два фактора, все-таки индустрия, капиталистические строя, он подразумевает потребление как можно больше чего, но главные факторы, характеризующие реальность Америки, это машины, то есть каждому по машине, чтобы больше покупали машин, чтобы люди, каждый сидел за своим рулем и не подвозили, если ты подвозишь, это, конечно, получается минус, если в глобальном, в масштабе страны брать, минус в покупках машин, минус в потреблении топлива и, естественно, всех сопутствующих индустрий, ремонта, сервиса и прочее, потом, это минус в покупке оружия, потому что все-таки, когда муссируются какие-то даже глупые новости в СМИ, и все это плюс на уровне законов, стимулируется покупка оружия, чем больше оружия у населения, тем выгоднее это индустрии, производящие оружие, и все это, я думаю, влияет, но из-за того, что люди так закошмарены, конечно же, они побаиваются иной раз останавливаться, особенно, если ты парень на дороге, и по закону, например, многим водителям-дальнобойщикам запрещено подвозить, но если в паре с девушкой едешь, то легче гораздо, и тем более девушкам ехать автостопом, поэтому можно пробовать в любой точке мира, и когда мне говорят, что, например, здесь сложно, здесь невозможно, я еще, как я уже и раньше сказал, хочу больше попробовать это и доказать для себя обратное, и я встретил благодаря тому, что я не сдался очень хороших людей, самых разных, и были пикантные ситуации, я стоял в холоде на дороге, и полиция подъезжала, я чувствовал, как будто я преступник, там фарой светили, проверяли документы, все в порядке, отправляли обратно, но даже в такой момент, это в самом начале, было в Нью-Джерси холодно очень, я вернулся на дорогу, и решил сказать, что если меня снова возьмут, уже сложно будет сказать, что я не знал, но что меня укачивает на поезде, а автобусов нет, а мне надо было там всего 180 миль проехать, или 120 даже миль, до Филадельфии, и в итоге я просто с верой в себя, верой во вселенную, остановил, и перед самым носом проехала полиция, чудом меня, то ли не заметившая, то ли не захотевшая даже подъезжать, что мало вероятно. Ну типа, что с тебя взять-то, стоял же, уже первый раз тебя общупали, посмотрели, что тебя второй раз устанавливает, да? Ну, будем надеяться, да, что либо они все-таки не видели, либо все-таки еще лучше, конечно, с обоглавлением просто проехать, все-таки темно еще было, а остановилась замечательная дама, которая сказала, я вернулась за тобой, так холодно, вот, что... В общем, сердцеед, ты понятно, дамский сердцеед. Я не дамский сердцеед, просто факт то, что люди сердобольные, и сердце у каждого есть человека, но не всегда оно откликается, не у всех, страхи иногда перевешивают, нередко. А тут получается, что она вернулась, и тут забавно, а я отмороженный во всех смыслах говорю, здравствуйте, у вас есть жена, а я привыклюсь с водителями обычно, мужчинами, все-таки по статистике подвозят гораздо чаще, понятно, почему мужчины, а тут дама, она говорит, да, у меня есть жена, говорит, дома меня ждет, ужин готовит, говорю, да, вот, говорит, у вас в России сложнее с этим. Я говорю, ну, у нас это не запрещено, она там начала говорить про Владимира Путина, жена нашего президента, я говорю, у нас просто другой уровень, но попытался тоже все-таки немножечко ее мировоззрение просветить, расширить, немножко поменять, поэтому очень важно, когда ты путешествуешь, если затрагиваются вопросы, связанные с разными какими-то пикантными темами, выразить свое мнение аккуратно, но при этом постараться все-таки из-за блуждений, может быть, вывести некоторых, и это здорово, это тоже важный фактор. Плюс, если все-таки о странах, почти вся Латинская Америка мне нравится, Таиланд очень хорош из Юго-Восточной Азии стран, в Марокко мне очень понравилось, в Турции одна из любимых стран, наш Кавказ, вот регион, да, в России, который разные республики, прекрасно, есть еще мнение, да, Москва это государство в государстве, Москва как таковая прекрасно, и плюс, что еще в последнем моменте, Средняя Азия, вот Средняя Азия тоже замечательно, там экстремальное гостеприимство, я помню, попытаюсь все-таки будет, может, нелепо звучать, но воспроизвести события, одно из самых ярких приключений, со слов, вот прямая речь даже человека, который нас брал, вернее, он был в маршрутке, в Таджикистане мы заступили маршрутку, кстати говоря, можно стопить легко и общественный транспорт, и автобусы, и троллейбусы, и такси, все это тоже легко можно стопить, об этом, о том, как это все делать, я учу на лекциях, и на канале моем, это есть видео, и буду рад поподробнее тоже об этом поговорить. Не, ну, после того, как ты там на самолет застопил, и поезд, я уже ничему не удивляюсь, ну, ладно, хорошо, и что там в Средней Азии было? Да, и этот человек, он говорит, эй, слющий, поехали ко мне, шашлик, мошлик, завтра поедешь, а, это он нам троин говорит, а мы, к сожалению, не можем, потому что у нас, к сожалению, время ограничено, было поездки, я тогда еще в Шанель работал, и мои друзья работали, и нам надо было успеть все-таки в определенной рамке в отпуск, вернуться домой, и забавно, мы говорим, к сожалению, не можем, он, ой, слющий, чай попьем, а, 15 минут, мы думаем, 15 минут, ну, часа 2-3, конечно же, мы искренне хотим, думаем, хорошо, компромиссный вариант, потому что до этого нас много раз приглашали, и мы приглашались, мы ехали, а в этот раз опять, и мы говорим, хорошо, хорошо, а он говорит, отлично, и звонит домой, по телефону, и слышим, он говорит, эй, слющий, барана, речь, барана, речь, то есть на 15 минут к чаю, если у нас гостеприимство, это столы накрываются, как правило, то у них это полы, то есть огромный такой топчан, накрыли на веранде, их красивый вид, горы, чистейшая вода в реке горной, туда женщины в ярких халатах ходят, на тазиках, вернее, в тазиках, на головах, носят одежду для стирки, полоскания, посуду грязную, там, с песочком ее моют, кипятят в оцинкованных еще такого советского образца кастрюлях, больших, на дровах, там, воду греют, таят или кипячение, они выбирают кипячение, и мы оттуда не могли уехать целый день, мы уже объелись, мы еле ходили, а он все причитал, эй, Слющий, ничего не ель, куда ехать, а мы не могли уехать, и потом, когда все-таки вырвались, нас весь кишлак провожал, и ощущение было, что мы как минимум, Юрий Гагарин, вот, настолько гостеприимные, настолько радушные люди, я думал, позвонил, наверное, к кому-нибудь запрос, сказал, Слющий, слонарей, что сейчас к тебе приедут, да, и ты понял, что теперь одним днем здесь не обойдется, ну, да, мы поняли, что да, так, хорошо, вопросов просто много, хотелось бы все озвучить, вопрос в эфир от Владимир Измытищ, Виктор, каков, с твоей точки зрения, оценочный процент неадекватных водителей на дорогах? Да, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика, вот, к вопросу об этом, да, я могу, конечно, сказать свои ощущения, но могу так сказать, что, как и раньше я говорил уже, останавливаются либо хорошие, либо очень хорошие люди, есть люди, которые останавливаются очень редко, зависит от региона, от стран, останавливаются ради денег, но с теми людьми мы, естественно, сразу выясняем, но если человек об этом говорит позже или в процессе, мы можем ощущать что-то, по его словам, намекам, то я стараюсь не говорить напрямую, что я бесплатно, а объясняю, что еду автостопом по пути, буду благодарен, если вы меня просто подбросите, насколько это возможно будет, плюс, использую дорожную грамоту, так называемую, например, разостоверение журналиста, и получается, что те люди, даже которые, если так можно сказать, не понимают, сложно их назвать неадекватными, да, они просто, может, не понимают сущности автостопа, очень важно их просветить, но таких людей очень маленький процент, в каких-то регионах ноль, в каких-то ноль целых одна десятая, может быть, в каких-то, может, чуть-чуть побольше, там, пять процентов, может быть, в худшем случае. Конечно, если едет девушка одна, невозможно приставание, это не значит, что маньяк за рулем сидит, но люди, просто водители могут вести себя, да, не очень правильно, не очень воспитанно. Конечно, в худшем случае, редчайшем, по всей вероятности, может быть, за рулем какой-то насильник, да, но это в случае с девушками. В любом случае, когда ты едешь автостопом, все-таки, ты излучаешь позитив, ты сканируешь людей, это чувство, оно, во-первых, инстинктивное, во-вторых, чем больше опыта, тем лучше становится, во-вторых, когда ты едешь, задаешь наводящие вопросы, уже общаешься, просто позитивно, легко, но если что-то не так, это можно почувствовать, да, и нужно принимать какие-то определенные меры, как правило, дипломатии все решается, в крайнем случае, очень редко, у меня, слава богу, никогда такого не было, чтобы я доходил до какого-то экстремального уровня, плюс, неадекватно, какие неадекваты, могут быть люди, которые просто могут посмотреть на тебя и сказать, что ты здесь делаешь, но просто покрутить пальцем у виска, что ты сошел с ума, или показать какие-то другие жесты, как правило, или что-то выкрикнуть, если есть возможность, но я, естественно, на таких людей не реагирую, вот, очень важно не реагировать на них, мне искренне жаль таких людей, что у них, можно сказать, отсутствует воспитание, интеллект, и просто-напросто, элементарно человеческие качества явно на каком-то не очень высоком уровне. Ну и сильно, драков не обижают, да? Да, 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 да. Я, во-первых, выше и сильнее этого, во-вторых, радуюсь тому, что эти люди проехали мимо, что в моей жизни и, в первую очередь, в случае нашей передачи тема автостоп, путешествие, как раз-таки, которое позволяет сталкиваться со всеми другими людьми, и противоположная часть человечества. Ну да, и отвечаю, и тебе всего доброго, да, в этом случае. Ладно, идем дальше. Давайте. Вопрос в эфир от Геннадия Стивилии, Виктор, и поскольку времени приходится ловить машину по полдня, небось? Да, вы знаете, ответ сразу Геннадию, до первой девушки, вот как девушка едет, все, останавливается, она мимо Виктора не проезжает. Да, останавливается в зависимости от региона, от страны, от места, от времени года, и в том числе, и во многом это тоже зависит от того, как ты выглядишь, как ты себя ведешь. Во-первых, если говорить о Москве, Подмосковье, это не полдня, а полминуты. Это если не первая машина, то вторая, как правило. Иногда бывает несколько минут ждешь, и тогда думаешь, боже мой, я завис на дороге, несколько минут жду. А если говорить о целом России, это несколько минут ожидания, как правило, в среднем. И опять-таки, не веду статистику, но по ощущениям, по тому, что вот у меня происходит, и я воспринимаю это. Иногда, бывает, да, зависаешь крайне редко, можешь час-другой простоять на одном месте, или проезжать на короткие расстояния, но опять-таки, это тоже движение. Иногда, например, скажем так, темное время суток, люди могут меньше останавливаться, бояться больше. Но опять-таки, если ты правильно одет, хорошо выглядишь, нашел правильное место для автостопа, например, большую возможность ищите место с подсветкой. Профессиональные автостопщики, люди, которые хотят максимально быстро ехать, любое время суток, используют, как я говорил, светоотражающие элементы, и еще лучше комбинезоны со светоотражающими элементами яркой одежды, и фонарики. фонарики, которые очень хорошо заметны автостопщикам, вернее, заметны очень хорошо водителям, автостопщик становится гораздо более заметным, даже в темноте, независимо от фонарей над тобой, ты гораздо более заметен, и водители, особенно те, которые уже подвозили людей, они могут подвозить автостопщиков, и они охотно останавливаются. Те, которые не подвозили, а не видят, что кто-то и мигает, все-таки воспринимают это правильно, что человеку нужна помощь, что он на дороге мигает тебе, а не потому, что он развлекается. И все отлично. Поэтому, как я уже говорил, нередко автостоп получается даже быстрее, чем поездка на общественном транспорте, поэтому иногда, даже когда ты ждешь некоторое время, здорово сесть в машину. То есть, чем больше ожидания, тем иногда это даже работает как плюс, тем больше удовольствия от того, что ты запрыгнул в машину, если прохладно, например, то, во-первых, всегда одеваемся правильно по погоде, чем теплее, тем лучше, всегда можно снять лишнее, если холодно, когда мы едем. Во-вторых, если жарко, понятное дело, от солнца, берем какие-то специальные средства, в первую очередь, правильную одежду одеваем, головные уборы, и плюс всегда можно найти по возможности, да, ну, лучшее место, если вас что-то не устраивает, можно пройтись, найти более хорошую позицию, есть такое понятие позиции в автостопе, и смотрим в глаза водителю. Во многих странах мира, в нашем славянском мире, и кроме Западной Европы, наверное, и, может быть, Новой Зеландии, Австралии, США, во многих странах мира я советую, и я сам это делаю, ловить машины не сжатый кулак с отопыренным пальцем, а открытая ладонь. Открытая ладонь, это психологический жест, ведь и издревле, да, и рукопожатие, имело значение, насколько мне известно, да, что я пришел с миром, во мне, вернее, в моих руках ничего нет, никакого оружия, и открытая ладонь, знак приветствия, это очень символично, и автостопный жест с открытой ладонью, это показатели открытости, психологический жест, важно смотреть, при этом стараться, если даже мы не видим глаз водителя, ну, в ту зону, где примерно могут быть глаза, голова водителя, а если, тем более, хорошая видимость, и раздвижение транспорта не очень большая, можно замечать глаза и взгляды водителей, и даже взгляды помогают нередко, даже если яркое солнце, все-таки старайтесь избегать солнцезащитных очков, не обязательно, конечно, и в очках, в принципе, легко ловится, но еще лучше, там, например, хороший козырек при ярком солнце, все-таки при выборе очки или козырек, лучше головной борст с хорошим козырьком поля, шляпу иметь, и вот хорошо работает, плюс в регионе, конечно, если мы едем в каком-то определенном стране, важно знать особенности автостопа, места могут быть какие-то, вот, например, я про жесты сказал, но в целом общие правила очень хорошо работают по всему миру, и можно смело, я это так и делаю, ехать в другие страны, даже не наводя особо справок, просто пробовать и ехать автостопом, уже на месте, ориентируясь, выясняя все попутно, вот так, за чатом слежу, здесь пишет Алексей, я вконтакте нашел фотки Виктора за рюмочкой чая, улыбочки, ему отвечает, это не его, это не его, друзья пили, а он рядом стоял, дальше, да нет, там он с другом оба рюмки держит, похоже, текила, тоже безоплатно, шучу, Виктор, не обижайся, дальше, в Дагестане, например, такой чай фит из рюмок все пьют, дальше, вот, пишет, Николай Сергеевич, думаю, в Мексико, в Мехико все-таки не чай в таких рюмочках, но, дело в том, что у меня вконтакте много разных фотографий, хотя, откровенно, фотографий гораздо больше и видео, которые еще не выложены, и у меня в группе есть видео-трейлер про «Две Америки, Россия, одна», и в сериале это показано, и вот выйдет четвертая серия как раз-таки сериала, который медленно, но все-таки двигается, выходит четвертая серия, и там будет совсем скоро показано, в том числе, приключения в Мексике, большей частью в этой серии как раз-таки про Мексику речь пойдет, и в том числе, да, и с рюмками текилы, это как часть, можно сказать, культуры, да, и это было в Мехико, когда меня угостил мексиканец, у которого останавливался Евгению, через каучсоршинг, он меня пригласил, и я отведал этой текилы, да, в угостях, а есть и фотография с рюмкой чая, со стаканчиком красивого чая, в бардак по-турецки, этот чай, вернее, этот стаканчик маленький, он, как мне сказали, имеет форму, тело женщины, да, силуэт женщины, но самое главное, это культура чаепития, это очень здорово, и очень часто в путешествии автостопом по Турции я сталкивался с таким ритуалом, да, очень часто водители останавливаются на то, чтобы попить чай, и просто, во-первых, тебя хотят пригласить, и плюс и угощают едой, это имеет место быть, и я иногда пытался отказываться, но сталкивался с обидой, сталкивался с не очень хорошей реакцией в том плане, что там людям не нравится, потому что они отдают должное путешественнику для многих в культурах, и это есть и в христианской, и в мусульманской, и в других культурах, и в религиях, понятие путешественника, странника, и вот как в Турции именно мне говорили, ублажишь гостя, ублажишь путешественника, значит, ублажишь Бога, и Бог это посланник Бога, вернее, путешественник это посланник Бога на земле, можно так сказать, да, это вот так вот, почему весь аул тебя не отпускал, теперь понятно, почему. Ну, да, есть такое явление, честно, вот когда ко мне приезжают гости из разных стран, но через сайт каучсерфинг, это здорово, конечно, я не могу сказать, что я готов быть гостеперимным на уровне некоторых людей, которые там чудеса гостеперимства проявляют, но чем могу, тем помогаю, и это здорово, когда приезжают люди из других стран и кусочек другой культуры приезжает к тебе, я огромное удовольствие от этого испытываю, удовольствие, в смысле, мне это приносит радость, вспоминать, мы поняли, да, радость испытываю, и получается, что путешествия не выходя из дома, тот же самый язык можно свой в тонусе поддерживать и улучшать, да, благодаря тому, что общаешься с иностранцами, и узнаешь культуру лучше, и блюда ты сам можешь приготовить, тот самый борщ, например, или что-то другое, простые какие-то блюда, и иностранцы, гости могут по возможности, по желанию, если они хотят что-то приготовить в ответ, и это здорово, простой ужин превращается в праздничный, в интересный, и, собственно, так. Ну, здесь еще, Алексей Турасов, очень много фоток, Виктор очень общительный человек, конечно, этим нужно жить, удачи, Виктор, и здоровья. Так, ну и дальше, вопросы. Взаимно, взаимно, спасибо. Вопрос эфира Данила, здравия с ведущим, Виктор, были ли у вас какие-то путешествия автостопом, которые подпадают под эпитет странное, непознанное, необъяснимое явление в путешествиях, если да, и не слишком личное, то что именно такое было? Но, странно. Может, там лунатика встретила, может, там тебя похищали, куда-то отвозили, НЛОшки какие-нибудь, может, два солнца вдруг сходило с разной стороны, но не знаю так. Я понял. Дело в том, что странное, до конца непознанное, но очень интересное, например, явление просто из позитивного, хотя много есть таких, можно сказать, оттенков ответов на этот вопрос, вернее, можно разные какие-то вспомнить события. Вот, например, сила мысли или вселенная, можно сказать, как обо мне позаботилась в удивительном очень воплощении. Например, когда я и был еще в Штатах, с попутчицей нас подвез парень, он извинился, что не может нас пригласить домой, и нас определил в отель. Вот, поселил нас в отель, говорит, я оплачиваю, естественно, все. Он молодой, очень интересный парень из секты, так называемой, вернее, наверное, все-таки это не секта, но явление, вернее, скажем так, община, сообщество, может быть, как-то более правильно это назвать, можно людей, которые не признают транспорт, не признают прогресс, цивилизацию, но живут в современном мире и есть секта амишей, или, вернее, сообщество, не хочу, если, я думаю, все-таки это не секта, иначе бы не было все это так, скажем так, распространено, и есть, по-моему, если не ошибаюсь, направление меланиты. Вот эти люди меня удивили, этот парень, он говорит, я ушел из этого мира, запретов, и он водит машину, он пользуется благами цивилизации, он занимается бизнесом, и он является состоятельным человеком, но при этом он помогает, вот так остановился ради нас на дороге, потом определил в отель, и на следующий день развлекал нас, катал по всему городу, даже, вернее, не городу, а местности, очень интересно. Вот такой человек был, потом странно, непознанно, но мне было странно, например, но опять-таки, я пытаюсь все-таки находить объяснение разным событиям, человек, где это было, да, вот на Кубе, был я в Гаване, почти каждый человек, из тех, которые возил, вернее, даже не подвозил, а встречался в Гаване, очень часто хотел чего-то от меня, то есть, каких-то денег, какого-то, какой-то выгоды, вот, каких-то материальных бумаг, с одной стороны, люди бедно очень живут, но с другой стороны, это в первую очередь объясняется их ленью и полным, так сказать, забьем того, что можно как-то организованно работать, и вот это не очень приятное было ощущение, у меня такой опыт был, опять-таки, это может еще связано с тем, что я в столице большей частью был, и не так долго я там провел времени, а при этом в соседней стране Гватемали и Центральной Америки, где достаток у людей не меньше, вернее, не больше, по сути, то есть, очень бедные страны Центральной Америки, там преступность на высочайшем уровне, в больших городах, но гостеприимство было невероятное, у меня никаких проблем, слава богу, не было, никто на меня не нападал, не грабил, не крал ничего, при этом очень хорошее отношение людей, казалось бы, две соседние страны, и в одной стране люди очень бедно живут, но не пытаются высосать из тебя все соки на каждом шагу, а наоборот, помогают, хотя также бедные люди, вот такие же бедные люди, вот, возможно, разложил строй этих людей, возможно, еще что-то повлияло, помноженное на их изначально менталитет, корни, потом, забавный случай, вот, когда я был в Штатах и хотел с тем же самым парнем, который нас в отеле определил, купить теплую одежду, потому что продолжалось движение на север, потом в Исландию, в Скандинавию, на пути домой, и он не позволил мне оплатить, я выбрал, там очень дешево все было, там в Америке секонд-хенд, это, по сути, супермаркет, это Ашан, где все есть абсолютно, от нижнего велья, заканчивая клюшками для гольфа, пианино, мебелью, техникой, самые разные, но это по-своему правильно и хорошо, это часть благотворительности, потому что все люди, кто отдает бесплатно в секонд-хенд вещи, они делают такой своеобразной благотворительности, это все продается, часть денег идет на благотворительные нужды, когда я хотел поменять, поменять, а девушка попутчица моя отдавала свою кофту ненужную, я ее отдавал, мне взамен даже мне понадобится пара рубашек, мне отдали просто рубашки, то есть удивляет, вот это с одной стороны устроенное в целом государство, в целом работающее как механизм, как индустрия, как страна достаточно налажено, мощно, а с другой стороны человеческий фактор очень хорошо развит, я нередко сталкивался с добротой, как я уже и сейчас сказал ранее, и сталкивался с таким легким, без относительно без шабашным отношением к жизни, и при этом они все-таки создали такую мощную страну, а люди при этом очень сталкивался нередко по менталитету близкие и нам, славянам, ведь это вообще страна иммигрантов, где иммигранты со всего мира, в том числе нас, братьев-славян, очень много вот это удивляло, и до конца сложно понять, может быть, все нюансы, а помню еще забавно, что я не купил кроссовки в том самом секонд-хенде, и потом как-то в редкий случай подумал, боже мой, надо было, наверное, эти кроссовки купить, классные кроссовки, которые столь дешево фирменные кроссовки, а потом, во-первых, я удивительно нашел в Бергене значок Найка, а потом шел по пути домой, просто на дороге, на тротуаре увидел в идеальном состоянии очень классные моего размера кроссовки Найк, не знаю, как будто мистика какая-то в силу вселенной, но, или, например, парень мне, я ему отдал одежду, в Мексике подарил одежду и лишние какие-то вещи у меня были, он мне подарил палатку, вот, просто потом захотел, я думал, брать мне или нет, прислушался к себе, потому что все-таки это лишний груз, я стараюсь налегке путешествовать и советую вес иметь в рюкзаке минимальный, вещей мало брать, рюкзак сам у меня 50 литров, максимум 900 грамм всего весит, хотя с твердой спиной и правильно его нужно носить, закреплять на поясе, это к вопросу о таких полезностях, вот, но при этом появляются в путешествии какие-то вещи и сама вселенная собой заботится и кроссовки так из земли выросли, а потом еще вот с палаткой и палатка буквально в следующую ночь спасла, можно сказать, даже мне жизнь от холода меня спасла, потому что я ночевал рядом с храмовым комплексом, с древним городом индейским майя в Америке, в северной, вернее, ну да, в северной, в латинской уже в Мексике, и получается, что благодаря тому, что в нужный момент ты получаешь то, что тебе нужно, и вселенная тебе заботится, это вот до конца необъяснимо, непонятно, я не свято верующий человек, не религиозный, но верю в высшую силу, и вот это подтверждается, эта вера крепнет благодаря таким событиям, явлениям, вот. Отлично. Следующий вопрос от Владимира Измытич. Виктор, обочины наших дорог чудовищно замусорены, почему это происходит, и как ты с этим борешься, первый, и второй вопрос тут же, ты даешь в бубен водителю, который мусорит на дороге? Да. Ну, конечно же, во-первых, вопрос мне понравился, плюс, да, с таким специфическим чувством юмора, в бубен я не даю, конечно же, естественно, но, во-первых, эта тема для меня очень важна, я пытаюсь и свое окружение менять, и пытаюсь, во-первых, сам не, во-первых, не мусорить, не создавать много мусора, минимизировать, это, и когда я еду, что-то я ем, что-то я, например, имею ненужное, уже допил воду, съел что-то, я никогда не выбрасываю мусор на дорогу, никогда, в редких исключениях, но исключение, это если это органические какие-то предметы, я не знаю, косточки, например, или еще что-то, что, естественно, может сгнить, да, но даже это, все-таки преимущественно стараюсь с собой довозить, даже, казалось бы, у меня может быть и тяжелый рюкзак, и много вещей накопиться, и при этом какой-то крупногабаритный тяжелый груз, я все равно это все складываю в определенном месте, в пакете, привязываю к рюкзаку, как угодно, иногда водители сами говорят, оставь, я там выкину, да, вот удивило меня, это тоже вопрос о необъяснимом, что у многих водителей в США очень грязные машины, и я когда думал, что я в грязную машину сажусь, я не думал, что возможно еще грязнее будет, но я помню, в одну машину залез, так там деревья росли уже какие-то, там уже все прорастало, там настолько все было запущено, вот, и извинился так водитель очень деликатно, ой, извините, немножечко не убрано, он сказал, это эко-машина, он сказал, эко-ферма, да, эко-ферма, но это к вопросу, что там получается, что люди все-таки свою машину вот так запускают, но при этом не выкидывают, что, да, говорит о том, что не выкидывают мусор на обочины, там обочины не всегда чистые, и мусора тоже хватает, но у нас, конечно, это большая проблема, и когда водитель сам говорит мне выкидывай, я говорю, нет, я не буду выкидывать, я оставлю, настоятельно даже, когда говорят, нет, я стараюсь убедить себя, вернее, человека в том, что это правильно не выкидывать, но опять-таки, к сожалению, не поменять человека словами какими-то определенными даже, увы, если он там резко что-то выкидывает, я не могу схватить его за руку и сказать, я просто понимаю, что у человека такая культура, но если он мне пытается навязать, чтобы я что-то выкидывал, я говорю, ни в коем случае я не буду выкидывать, потом, конечно же, вот, все-таки, ну опять-таки, по-разному бывает, вот, когда человек останавливается, и он везет тебя, далеко не всегда, это значит, что у человека экологическая культура на высоком уровне, человек добрый, отзывчивый, и вот в странах, где вообще нет, ну, не развито, вот в России, к сожалению, с этим проблемы, в мусульманских каких-то, в южных странах, в Латинской Америке с этим проблемы, люди выкидывают мусор, но при этом они вот хорошо относятся к людям, но к природе, к сожалению, вот так плохо, поэтому, пытаешься умеренно воздействовать на других, но самое главное, не изменять самому себе, несмотря на то, что давление может быть. Ты даешь же бубен водителю? Нет, не даю, я его вбрасываю, выкидываю вместе с мусором, да? Хорошо. Да, я останавливаюсь, говорю, извините, остановитесь, я выйду, я соберу мусор, а вы езжайте дальше, да? Ваш чинарик я подниму, да. Хорошо. Алексей Тарасов, вопрос в эфире. Виктор, для путешествий автостопом требуется много времени и средств. Чем вы зарабатываете на жизнь? Кушать-то все равно хочется. По Европе без шенгенской визы особо не поездишь, да и в другие страны. Конечно, путешествовать по нашей родине другое дело, родина из большой буквы написано. Сколько времени требуется доехать автостопом от Москвы до Челябинска, например? То есть, вот видишь, сколько вопросов. Чем зарабатываешь на жизнь, чем живешь, кушать-то все равно хочется. Шенгенская виза, ну и как вообще добраться-то от Москвы до Челябинска, вот насущий вопрос от Алексея Нарасова. Да, автостоп, это гораздо, во-первых, скажу, путешествие автостопом гораздо бюджетнее, требует гораздо меньше денег, чем сидение дома и ничего не делание. Это однозначно, это проверено. Да, при условии правильного путешествия. Перемещение на попутном транспорте, ночлег, это главные статьи дохода, вернее, перемещение вообще транспорт и ночлег, проживание, это первые, самые главные статьи расходов в обычном путешествии. Если путешествуешь автостопом, через каучсорфинг, используешь палатку и тому подобное, ты получается без этих расходов уже путешествуешь. Плюс питание. Нередко угощают водители, во время каучсорфинга могут угощать люди, но это не значит, что ты ничего не делаешь. Ты тоже покупаешь еду, но покупаешь с умом не в каких-то дорогих ресторанах. А благодаря автостопу и каучсорфингу узнаешь, где можно и интернету, благодаря узнаешь, где можно и нужно покупать еду и вкуснее, и дешевле. Потом путешествуешь по странам разным. Какие-то страны имеют высокие цены и там дорого питаться, а какие-то страны дешевле, чем питание у нас и вообще все остальное питание дешевле, чем у нас в России. Поэтому важно правильно, во-первых, подготовить поездку, потому что автостоп это не просто, как говорится, проснулся, захотел и поехал. Нужно подготовиться. Некоторые поездки могут быть спонтанными, ты быстрее к этому подготовишься, она, эта поездка недалеко или ты уже знаешь, куда едешь. До Челябинска за пару дней можно, пару суток можно доехать, если постараться от Москвы, например. Вот. Плюс можно, примерно, да, если быстро, плюс можно, вот, если о визах говорить, путешествовать и по России, и по множеству безвизовых стран, почти вся Латинская Америка сейчас безвизовая для россиян и количество, слава богу, безвизовых стран, постепенно растет. Это здорово. Главное, конечно, и важно иметь загранпаспорт. Потом, если говорить, о чем еще вопрос был, много вопросов было, на что еще не ответил. Ну, давай еще раз посмотрим. Значит так, чем ты зарабатываешь на жизнь, кушать-то все равно хочется. Ты так перевел, что кушать можно там подешевле, не обязательно в дорогом, в ресторане, в дорогом, но так приходит мысль, а давайте-ка мы автостопим ресторан и там покушаем. Но все-таки вопрос был, чем зарабатываешь на жизнь, чтобы автостопить-то? Да, 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 да. Но, во-первых, я сказал о том, что расходы гораздо меньше, во-вторых, я не путешествую постоянно, и я по жизни активный человек, и стараюсь зарабатывать деньги. Когда-то работал в сфере промоушен, и самая разная у меня была работа, и аниматором, и ведущим праздников, и даже агентство праздников свое было, и Дед Морозом, и волонтерил, но опять-таки это не связано с зарабатыванием денег, да, с детьми инвалидами, Дед Морозил, выражаясь на сленге. Плюс, потом, я окончил журфак, отделение пиар, работал немного и по профессии, но ушел в этой сфере тогда, потому что все-таки не понравилось мне в этой сфере, сложности были со свободой слова, и темы, которые у меня были тогда не порадовали. Потом я ушел, тогда я работал даже редактором районной газеты, на телевидении работал немного журналистом, а потом перешел, и так сложилось, что попал по стечению в статус, я в компании Шанель, работал там четыре с лишним года, и учился даже в школе парфюмера в Версале, был в лаборатории Шанель во Франции, и, кстати говоря, благодаря уже достаточно хорошему знанию английского языка, раскрепощенности, другим каким-то навыкам, которые у меня были, и благодаря автостопу развились, я и попал на эту очень интересную работу, в которой я путешествовал, зарабатывал не огромные деньги, но и не совсем мало, и поэтому важно было, во-первых, конечно, зарабатывать, а во-вторых, все свободное время не терять, на малоинтересные занятия, а заниматься тем, что нравится. В первую очередь, путешествия, плюс совмещать командировки с путешествиями, например, командировка в Берлин, я прошу начальство недели отпуска, еду автостопом, и моей начальнице, спасибо, ей огромное относилось с пониманием, к этому моему хобби, с уважением, и несмотря на то, что сферы полярные, мои деятельности, и деятельность этой компании, и мои путешествия. Я ездил автостопом в итоге из Берлина, в Данию, в Швецию, в Норвегию, и обратно, и улетел на самолете обратно, командировочном. То есть, важно уметь гибко мыслить, да, важно уметь извлекать из ситуации максимум, и что касается денег, чему я и учу на своих лекциях, важно уметь избегать лишних расходов, и я старался избегать. Я не брал, не покупал книги, даже когда книги, по сути, в первую очередь, только в печатном виде были. Я их брал в библиотеках. Это и экономично, это и экологично, это и рационально с точки зрения незахламления своего личного пространства, вот, и прочее, да, там какие-то диски, кассеты, все то, что для меня считалось, по сути, неважным. Плюс питание в дорогих заведениях, ресторанах, где, я знаю, не понаслышке, несмотря на то, что может быть что-то вкусное, но и экология, и приготовление, да, знаю, от официантов, людей подобных им, не самое лучшее, поэтому предпочитаю питание здоровое, стараюсь, по крайней мере, и питание правильное, хотя в путешествиях иногда сложно, и когда ты едешь, например, по Америке, часто спрашивают, в странах ты голоден, или в других странах, и ты выбираешь все-таки из того, что под рукой, да, фастфуд, рестораны, или, например, какие-то заведения, где национальная кухня, где много жареного, поэтому нужно лавировать, вот, это очень развернутый, опять-таки, ответ на самые разные вопросы в одном ответе, и по поводу денег, да, важно уметь, как я уже сказал, копить, и использовать, не тратя деньги на сиюминутные соблазны, к тому же, как бы это, может быть, не звучало для некоторых, не совсем приятно, все-таки, есть очень много интересного, замечательного, разного, и не требующего денег, и при этом, я это люблю, я занимаюсь футболом, например, ну, сейчас очень редко играю, но, тем не менее, и мечтал стать футболистом, занятие футболом не требует больших денег, можно заниматься, например, сноубордингом, я это тоже, кстати, пробовал, когда работал на Олимпиаде в Сочи, тоже вот к вопросу, чем я занимаюсь, в последнее время интересные проекты, в том числе, волонтером, и работал на Формуле-1, но вот на Олимпиаде в Сочи я работал аниматором, а потом даже и репортером для Мегафона, за деньги, ну, и массу интересного было, и массу впечатлений получил огромных, ярких, благодаря такому, такой работе, и потом, все те деньги, которые ты получаешь, ты можешь откладывать, но не просто откладывать, а я использую банки, что и советую, деньги могут там и сохраняться, несмотря на кризисы, да, я и рисковал, и в сложные периоды клал определенные суммы денег, и за счет этого высокий процент, и многие говорят, что инфляция съедает, честно говоря, да, нестабильная экономика, особенно последние годы, сложности, и периодами это бывает, и все мы знаем, прошлые какие-то кризисы, тем не менее, чтобы что-то добиться в жизни, нужно рисковать, в том числе, и какие бы ни были финансы, но, опять-таки, финансами тоже, я их вкладывал, и это работает, и слава богу, не было таких проблем, как терял я деньги из-за того, что банк развалился, есть и система страхования вкладов, которая, кстати говоря, работает, у меня был случай, вот, и, а потом, период после работы в Шанель, я занимался своим делом, немного реставрировал рюкзаки, спальники, палатки, коврики, продавал их, а потом, просто, немного занимался, вот, как раз-таки, продажей туристического снаряжения, потому что эта тема мне близка очень, и в том числе, так как опыт и знания были, коммерцией занимался в сфере парфюмерии и косметики, но сейчас я все приостановил, и сейчас пытаюсь заниматься, и пока, благо, есть возможность, творчеством, да, вот, развивая свой канал, что не требует, вернее, требует массы усилий, но не приносит, по сути, никаких доходов, и пока у меня это получается, может быть, не очень успешно, но я надеюсь, что все-таки в будущем лучше будет, для меня самая главная цель, это сейчас, влиять, по-хорошему, да, и менять жизнь людей, других к лучшему, через, вот, источники, такие, как, ваше радио, спасибо большое, другие СМИ, свой канал, группа, социальные сети, и, в том числе, вот, и я инвестировал в недвижимость, то есть, можно инвестировать в каких-то микроскопических даже количествах, какие-то по возможности варианты, которые дают, во-первых, тебе возможность быть уверенным в завтрашнем дне, и быть человеком, который может позаботиться не только о себе, но и о других, и о близких, и о тех людях, которые нуждаются в тебе, и моя формула такова, отчасти, да, работы над собой, это усилия, сверхусилия, которые я прикладывал, и периодами прикладываю, чтобы обеспечить себя теми финансами, которые дадут мне возможность помогать другим людям, то есть, создать такие условия жизни для себя, чтобы я мог делать то, что приносит радость, и то, что приносит благо другим людям, не взирая на то, что я ничего не зарабатываю, вот об этом, на эту тему и волонтерские лагеря, на эту тему и лекции, я, по сути, очень часто ничего не получаю, выступаю бесплатно с лекциями, иногда, если в антикафе я выступаю, это какие-то небольшие деньги, которые просто приятные мелочи могут быть, но решаю вопросы я и с ночлегом, и путешествую, естественно, автостолбом, и благодаря друзьям, каучсерфингу, это здорово, ведь, конечно, деньги имеют значение, но очень много, увы, в мире и бед, из-за денег у нас, да, я общаюсь с людьми, и нередко сталкиваюсь с людьми, хорошие люди подвозят, но говорят при этом, что вот, я хотел бы поехать, как ты, но нет возможности, ну, просто, видимо, сложности жизненные, с другой стороны, важно понять, что ты хочешь, вот люди начинают больше зарабатывать, больше заработать, когда-то они были счастливы, даже вот самые, вспомним, счастливые у многих людей годы, это студенческие годы, когда нет денег, когда масса разных каких-то сложностей, но все равно, это самые счастливые, нередко годы у человека, а когда человек начинает работать, зарабатывать больше, больше, но это может стать некой клеткой, есть еще, мне нравится выражение, должность от слова долг, работа от слова раб, а увольнение от слова воля, но важно, конечно же, чтобы человек, что бы он ни делал, работал, не покладая рук, отдыхал, чтобы он получал от этого удовольствие, если он счастлив, значит, здорово, если не нравится что-то, не нравится место, нужно его сменить, выжжение дерева, как кто-то сказал. Некоторые деревья тоже маршируют иногда, передвигаются. Да, 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 точно. Вопрос эфира от Данила. Виктор, где можно ознакомиться с вашими работами, трудами, деятельностей в качестве журналиста, документалиста, писателя? Благодарю за ответ. Спасибо, спасибо. Честно говоря, конечно, есть за этими словами некие, скажем так, свершения, но вот по поводу журналиста. Есть у меня заметки, рассказы, они либо публикуются совершенно безвозмездно в разных источниках, в социальных сетях, в группах. Я работал корреспондентом в журнале «Путешествие по России», увы, из-за кризиса этот журнал приостановил деятельность в печатном виде и до сих пор, насколько я понимаю, переходный период у этого журнала в электронном издании может быть. Потом документалист, это документальные фильмы, сериалы, это все на моем канале, во-первых. Очень легко, по имени и фамилии, просто в гугле, Яндексе и YouTube забиваете Вика Аспидов и легко меня находите, мой канал. Мои хэштеги «Автостопнутый», «Автостоп победит зло» и «Хич лайк ми» по-английски «Стоп как я». И по этим хэштегам можно находить. В моей группе, на моей странице ВКонтакте очень много информации, ссылок, все это легко находится, плюс любые вопросы отвечу, обязательно добавляйтесь в друзья, конкретные ссылки дам, есть даже, простите меня, пожалуйста, но из-за множества запросов какие-то шаблоны, просто потому что нехватка какая-то софическая времени, и я стараюсь, кстати говоря, несмотря на то, что популяризировать путешествие автостопом и открытие в себе сверхчеловека, я пытаюсь все-таки стараться меньше зависеть от социальных сетей, и не всегда и не на все могу сообщения даже отвечать в силу таких обстоятельств. Потом, по поводу документализма, мы сняли фильм со Славой Красько, путешественником, который ни разу не путешествовал автостопом, до встречи со мной он захотел, чтобы я он учил автостопу. Он выдающийся в целом человек, финансист, как он говорит коротко, и все, что с этим связано, и предпринимательская деятельность, и банки, все это у него было, и может и сейчас, я думаю, есть, и тем не менее, он в определенный момент жизни открыл себе путешественника, и захотел путешествовать, и кардинально поменял жизнь, хотя он старше меня, ему уже 40 с небольшим лет, и мы после того, как произошли события в Крыму, я тогда работал на Олимпиаде, потом на Паралимпиаде, я хотел узнать самостоятельно, что же там произошло, обратиться к первоисточнику, тем более я был в Сочи, недалеко от Крыма, но меня вызвали тогда на эфир, на радио Русская служба новостей, я автостопом за 24 часа доехал до эфира, а у меня в запасе было лишь 26 часов, в общем, все было идеально, и потом, все-таки, мы, когда Слава захотел, чтобы он начал автостоп, и мы куда-нибудь поехали, и может быть, что-то сняли, я ему предложил вариант из того, что у нас всего максимум пару недель было, может быть, либо в Чечню поехать, показать, как там все, да, все-таки поменялось значительно, либо вот в Крым, но Крым, конечно, интереснее оказался, и мы поехали в Крым, он одобрил эту идею, мы сняли фильм «Крым чей», но так как Слава занимался режиссурой, в итоге фильм вышел и по договоренности нашей на его канале, а гораздо позже уже я опубликовал на своем канале, но я активно занимался его раскруткой, то есть, через социальные сети, и в итоге оказалось, что он востребован больше 50, сейчас, я думаю, может уже 60, а то и больше тысяч просмотров на его канале, а на моем канале много просмотров, но вот самое главное, этот фильм есть, есть, мы опросили людей на тему, что они знают, что они думают, Тарас, уже заговорился, что они думают, что они вернее знают, за кого они голосовали, что происходило во время референдума в Крыму, на самом деле, плюс, я даже, мы разделились, я даже остановил броневик ополченцами, которые, как они буквально сказали, отжали его у Коломойского, и они мне дали интервью на этом броневике, в броневике, вернее, я ехал в бронированной машине, потом про Америке, сериал «Америки России» одна, я уже сказал, например, очень много разных интересных мнений встречал, я слышал о России, о русских, и об СССР, в Латинской Америке, СССР был таким эталоном у многих, да, в целом, эталоном справедливости, добра, ведь под гнетом американцев и капиталистов в целом была Латинская Америка и сейчас есть, а потом, например, встретилась такая милая девушка Майя, которая сказала, меня зовут Майя в честь балерины Майи Плесецкой, а еще я люблю водку, вот так, два полярных абсолютно бренда в одной девушке, и вот, собственно, наверное, так, плюс, что еще, а, проекты, которые не вышли еще, это проект, они уже сняты про Исландию, вернее, путешествие в Исландию, автостопом и гидростопом в Исландию и с небольшими совершенно затратами, я также учу, как можно, летая на лоукостерах, где низкие цены на билеты, и особенно, если ты покупаешь заранее билеты, и правильно, ты ограничен очень сильно в том багаже, который ты можешь провести, всегда можно договариваться, всегда можно находить какие-то решения, загружать, иметь одежду со множеством карманов и в карманы, в одежду много положить можно. В общем, такие полезные советы, которые могут сделать путешествия гораздо более насыщенным приключениями и в то же время гораздо более бюджетным. Я еще пытаюсь даже в таких проектах, где узнаю главное отношение к России или какие-то глобальные вопросы, я между делом пытаюсь учить людей, как путешествовать автостопом, как делать путешествия гораздо более интересным и бюджетным, то есть насыщая полезными советами, это еще и пособие. Автостопом по санкциям и бездуховности этим летом проект сделал такой небольшой, проехал до Гибралтара, с одной стороны открыл новую страну, которая стала доступной по шенгенской визе, до этого это частью, можно сказать, формально Великой Британии, Британской империи, бывшей и сейчас Великобритании, такой анклав на территории, ну, можно сказать, на скале, на участке маленьком суши, сопряженном с Испанией, там было очень интересно, во-первых, побывать, во-вторых, по пути я опрашивал людей на тему, что они думают о санкциях против России и о беженцах, в первую очередь о сирийцах, а на обратном пути уже проехал через Украину и снял, снимал и тоже планирую пускать, кстати говоря, еще монтажера, потому что я все это делаю на голом энтузиазме, если кто-то хочет помогать, слава богу, находятся люди, но, увы, в силу их нехватки времени, потом они все-таки теряются, и сейчас вот нашлись, но ищу, ищу энтузиастов, тех людей, которым интересно, и они могут делать монтаж, и главное это сделать доброе дело и творчески себя реализовать еще больше, и в ответ я, конечно же, только могу дать благодарность и пиар, то есть человек, который будет что-то делать, помогать, мы все вместе, мы становимся гораздо более известными, а если этот человек хочет делать что-то или получать заказы, то для него это хорошая будет реклама, социальные проекты, это тоже здорово, такая часть благотворительной работы, и это здорово, я считаю, а по Украине я проехал, сделал проект украинца в Украине, 25-летие Украины, 24 августа, день независимости Украины, я отметил сразу в трех городах, Ивано-Франковск, Гайч и Львов, западная Украина, никаких проблем, меня подвозили и участники боевых действий со стороны Украины, меня подвозили выходцы из Крыма и самые разные люди, даже вот парень подобрал, он оказался даже принимающей стороной, и он по пути ехал, взял меня и взял еще знакомого, можно сказать, представителя Дании, наблюдателя ОБСЕ, у него я тоже интервью взял, этот наблюдатель Андреас от ОБСЕ, был также, естественно, в первую очередь на территории Донбасса, и много интересных наблюдений, мнения свое высказывал, все это я записывал, плюс подвозил даже профессиональный военный, который не хочет уже воевать, который оказался очень интересным верующим человеком, тем не менее, он даже во время войны познакомился девушкой с востока Украины, и несмотря на то, что был женат, развелся и собирался жениться, снова, несмотря на то, что даже дети были, ну вот так война связала людей из разных мест, и этот человек меня в гости пригласил, потом еще дальше по пути мы как раз-таки в Киев с ним поехали, и очень хорошо относился, откровенных мнений много было, и, естественно, о боевых действиях, и вообще о жизни, и о политике, и о прошлом, и настоящем, о России, о Крыме, одним словом, очень много интересного я, во-первых, для себя узнал, например, во Львове песню, песни, день, который уже плавно, как я говорил сам, перешел в ночь независимости, слышал очень часто песни на русском языке, Чаев, другие какие-то, с войны называется, и спокойно люди пели в центре Львова, я общался везде, только на русском, никаких проблем не было, мне вежливо всегда отвечали, либо на русском, либо на украинском, но все достаточно понятно, и одним словом, смело поезжайте в Украину, да, парней иногда могут не пускать, но меня встретила девушка, которая через кого-чет когда-то принимала, и это прекрасно, да, с другой стороны, позитивные мысли, и без всяких там нотариусов, даже можно проезжать, а вообще, в целом, и на границе отличное отношение было ко мне, и внутри страны прекрасно, плюс очень низкие цены в целом, и там очень вкусная еда, люди прекрасны, никаких проблем, если и высказывания были, которые были против политики нашей страны, или нашего правительства, но о людях очень хорошее высказывание, ко мне лично прекрасные отношения, если у кого-то какие-то были стычки, какие-то сложности, то это все люди понимают, что это было на том уровне, на котором было, и не пытаются клеймить всех подряд, вот, собственно, так, поэтому добавляйтесь, да, друзья, опять-таки, и все я вам, если вы сами не найдете, да, все я вам покажу, плюс по поводу каких там еще амплуа документалист, но в принципе все сказал, книга у меня пока, к сожалению, только одна и только в черновиком виде, надеюсь, вот все-таки в ближайшее время приступлю к ее редактированию, и надеюсь, что она достигнет того уровня интереса, вот, и я смогу ее напечатать, посмотрим, о путешествии по Америкам, две Америки и Россия одна, вот, собственно, Ну, я думаю, мы об этом поговорим в одной из передач. Хорошо, ну, как-то рассказывал, так мне 12 стульев в голове, когда там на теплоходе, не там, на пароходе, да, хочу вас спросить, как художник художника, киса, вы рисовать умеете, да, ладно, идем дальше, вопрос в эфир от Олега из Иркутска, здравия, Виктор, является ли такая категория водителей на трассах, как дальнобойщики, приоритетом для таких твоих, вернее, путешествий автостопом, поскольку они известны своей взаимовыручкой и человечностью и с охотой берут собеседников в длинный путь, особенно водители на севере нашей родины, автомашины, какой социальной группы, населения, ты пытаешься избегать при своих странствиях, благодарю. Хороший вопрос, однозначно, я могу сказать, я ничего не пытаюсь избегать, у меня нет каких-то предпочтений, если есть поток машин, я к этому потоку просто отношусь как к равному каждой машине, вернее, этого потока, как к машине, которая меня может повезти. Есть разные тактики, кто-то пытается высматривать номера определенные, но я считаю, что если номера, во-первых, сейчас, с изменением, по-моему, в законодательстве, регулирующем покупку машин, можно покупать машину в разных местах страны, и ты получаешь там номера, поэтому ты можешь жить в другом месте, а ехать в третье или в четвертое, и я не ориентируюсь, я даже не разбираюсь, особенно в табличках, конечно, я знаю, какие-то категории номеров из какого-то региона, но в целом на это ориентироваться, я считаю, нет смысла. Потом, конечно, если это еле движущийся КАМАЗ, и если автостоп складывается хорошо, и много машин вокруг, то можно его попытаться избежать, да, но я лично, если все-таки машина остановилась, я выясняю, куда ей человек, да, и все-таки еду на любом транспорте, опять-таки, совсем уж плохие какие-то транспорты можно как-то избежать, там, извините, мне не по пути, но такое практически не бывает в моем случае, и все-таки сейчас даже дальнобойщиков взять, да, правильно, нередко дальнобойщики едут далеко, нередко они хотят общения, это здорово, и мне нравится ездить дальнобойщиками, на большой высоте едешь, смотришь, все видишь, вокруг чувствуешь себя королем дороги, можешь поспать очень комфортно, нередко там спальные места есть, прилечь с вами водителя и предлагать, ты устал, далеко, долго едешь, и там что-то приготовить, можно какая-то кухня, особенно в каком-то регионе, плюс на севере, да, везде подвозят, и на севере, и на юге, я бы не сказал, что есть какая-то разница большая, тем более, что дальнобойщики, северяне те же самые, могут оказаться на юге, а Кавказ или другие южные или из других регионов люди в другом месте, поэтому одним словом, моя тактика такова, я ловлю все, что движется, и уже по ситуации решаешь, но моя философия такова, если даже машина на короткое расстояние едет, и я там выясняю все-таки, что если даже ночью какое-то место есть удобное для стопа, я спрашиваю водителя, я еду, я еду даже на короткое расстояние очень часто, потому что можно проехать несколько дорог, развязок и шансы и шансы попасть в другой, вернее, попасть на более хорошее место больше, потому что если ты проехал несколько развязок, значит, что из этих развязок могут ехать больше машин и шансы увеличиваются в твоем направлении. Вот так. Да-да, я уже просто прочитал вопрос от Олега из Иркутска. Озвучь, пожалуйста, основные правила меры безопасности начинающим автостопщикам. Благодарю. Так, меры безопасности. Как я уже и ранее говорил, нужно ехать во-первых, подготовленным, знать, куда ты едешь, зачем ты едешь, кому ты едешь, желательно, но не обязательно. Потом подготовиться по климату, узнать, если ты едешь далеко и непонятно, какая погода, все-таки выяснить, куда ты едешь, какая погода будет и подготовиться к этому. Плюс, если ты понимаешь, что тебя никто не ждет в тех местах, куда ты едешь и погода позволяет, ты в твоем здоровье берешь с собой палатку, спальный мешок, если хочешь, попутчиков, попутчицу, попутчика одного и так лучше, если ты не уверен, может быть, в себе еще пока. Но всегда можно парню ехать и пробовать одному, хотя бы на короткое расстояние. Плюс яркая одежда, защита от дождя и когда ты общаешься с водителем, остановишь машину, смотришь, но некоторые запоминать пытаются номера машин, чтобы это как-то помогло, но в целом это мне ни разу не понадобилось, но если хотите, можно запоминать номера машин, я снимаю видео, машина останавливается, например, я снимаю на видео машину, можно фотографии, если хотите сделать, если что-то не так вдруг, то можно сказать, что вот зафиксированный по номеру машину, в принципе, можно узнать, найти человека зачастую, но опять-таки не было необходимости никогда в этом, никогда, слава богу, это не пригодилось, плюс, что еще, конечно, общение с водителем, выяснение, куда он едет, кто он, откуда, просто приятный живой интерес, и в то же время мы знаем больше по ощущениям, по общению, по эмоциям, по виду, мы понимаем гораздо больше, что может, так сказать, вас, во-первых, как правило, это бывает успокоить, все нормально, либо вы можете что-то, может быть, узнать, что вас насторожит, и выясняете, естественно, куда едет человек, чтобы понимать, куда он едет, и насколько это вам помыть, чтобы не заблудиться, и желательно, все-таки, если даже предлагают какой-нибудь алкоголь или что-нибудь в таком духе, отказываться, но еда, меня никто не травил, но я считаю, что можно там, конечно же, до безумия обезопасить себя, ничего не принимайте, но это, я считаю, на уровне уже паранойи будет, нет смысла абсолютно, это совсем уже не соответствует радости путешествий, и что еще, ну, конечно же, кредитки, деньги, вернее, банковские карты, желательно иметь небольшим количеством денег, и с возможностью, сейчас, благо, очень удобно, пересылают деньги через интернет, ну, через онлайн-банк, онлайн-банкинг развит, и друзья близкие могут вам перечислять деньги по мере необходимости, но, как правило, они не нужны в больших количествах, наличных денег не очень много, менять деньги желательно в каких-то проверенных местах, или просто зависит от того, как вы доверяете интуиции, если вы приехали в другую страну, плюс кошелек нательный, какие-то можно карманы иметь, но в криминальных странах, где в больших городах опасно, а маленьких-то нет, например, в Латинской Америке, и вообще хорошо, иметь кошелек небольшой, нательный такие продают туристические, которые одеваете под одежду, удобно, например, вешать наискось на плечо, плюс туда смартфон, скачиваете полезные приложения, яркий рюкзак, большой, маленький, желательно, городской иметь, в который можете самое ценное сложить, даже если большой рюкзак, если у вас он большой, все-таки, а не только один маленький, положили в машину, вышли с водителем на заправке, на остановке, поесть или еще что-то, вы самое ценное всегда имеете с собой и необходимая зубная щетка, паста и так далее, все, что нужно, тем самым вы обезопасите себя еще больше от каких-то чрезвычайных ситуаций, потерь, но при этом доверяем Вселенной, собственно, все. Главное, добрый посыл, понятно. Так, еще несколько вопросов осталось, не будем растягивать, так компактно на них ответим, что в три часа все-таки постараться ложиться. Вопрос от Геннадия Ствери, частично ты на него ответил, как супруга относится к твоим путешествиям, не думаю, что вы ездите с ребенком вместе. Если что-то может, очень уточни, если нет, дальше войдем. Дело в том, что близкие люди, они вообще должны с пониманием относиться, кто бы то ни был, и если у вас нет понимания, тогда нужно что-то менять. Во-вторых, путешествовать люди могут в самом разном возрасте, в самом разном статусе, вопрос желания и обстоятельств, да, и, скажем так, отношений. Например, я знаю, девушка одна путешествовала с маленьким ребенком, я с ней пробовал просто совсем немножко проехать на сход трезвий автостопщиков или вот пара, я не путешествую, скажем так, ну, я не советую путешествовать с маленькими детьми, но когда ребенок большой, достаточно, там, может быть, с трех, с пяти лет, почему бы нет, например, Валерий Шанин путешествовал автостопом очень много и путешествует, в том числе и сейчас, и у него взрослые дочери, я начинал он даже вот с пятилетней, насколько я знаю, дочерью, если я не ошибаюсь, поездка в Крым была, и это здорово, когда есть возможность путешествовать в таком формате, и для детей, я считаю, здорово, путешествие автостопом расширяет кругозор, это очень хорошая школа жизни. Следующий вопрос. Хорошо, следующий вопрос от Олега из Иркутска. Люди, каких стран более бережно относятся к окружающей среде, природе, по твоему мнению? В силу того, что иммигрантов очень много сейчас в разных странах, но в целом, конечно, это Западная Европа, и в той или иной мере Штаты, люди в Старых, опять-таки, тоже условно, но в целом, да. Из тех, в которых я был, да, это Западная Европа и Штаты, в остальных странах все гораздо плачевнее. Вопрос от Олега из Иркутска. Какие примеры может привести случай в дороге самые позитивные и самые отрицательные запомнишься тебе за твою бытность в автостопе? Закаляют ли характеры и увеличивают ли навыки общения с людьми с точки зрения психологии такие путешествия? Ну, ты сказал, что да, все нормально, вторую часть вопроса можем пропустить, а вот первую, самый позитивный и самый отрицательный? Самый позитивный опыт сложно выделить один, ну, например, один из самых позитивных рекордов. 2300 километров я проехал в одной машине. Это было из Греции через Турцию до Грузии с грузином, дальнобойщиком. И он, конечно, был позитивным, потому что мы общались очень хорошо и до сих пор общаемся. Меня приглашают в гости грузин, который и тогда пригласил в гости, когда мы приехали домой уже к нему. душевнейшее, конечно, грузинское хлебосольное гостеприимство незабываемое. И это прекрасно, конечно, когда люди настолько потрясающе относятся к совершенно незнакомым людям. И таких переживаний, таких событий, приключений было много, конечно. И в Америке, например, меня потрясающий тоже очень опыт был. В США я долго в тот момент не мог поймать машину. И потом остановилась фура, дальнобойщик, редчайший случай, я не мог поверить своим глазам и я бежал. А мне нужно было успеть на самолет в Мексике. У меня мало очень времени было. Я просил вселенную буквально, чтобы у меня была машина на далекое расстояние. Я тоже как раз думал о таком случае. и вселенная меня услышала. Я прибегаю к фуре, прыгаю в нее, еду, водитель говорит, когда я спрашиваю, куда он едет, на границу с Мексикой, 1800 километров примерно. И я просто целовать ноги устал. Говорит, ладно, ладно, не надо. Благодарите, это программа, это вселенная. Был голос выше, ты должен остановиться. Это было слово афроамериканец из Танзании. Он сказал, что ты должен остановиться и помочь этому белому парню. И он остановился. Очень удивительный случай, и он заботился обо мне как отец родной и очень многое дарил, портативную электростанцию на солнечных батареях. Он говорит, я купил, вернее, которая заряжается от солнца. Он говорит, я купил своему сыну в Танзании проблемы с электричеством, и тебе такую же, и много другого всего полезного, и просто невозможно было что-то сказать против. И потом мы снова с ним встретились даже в второй поездке моей по штатам в Бостоне, и тоже он мне помог, и мы очень подружились. Отрицательный, но был на Кубе случай, когда там каучсерфинг сайт взаимопомощи, он за деньги, и девушка, женщина, которая в СССР, она родилась, у нее и у ее братьев, сестер русские имена, родители, и все они очень много получили, она говорит, что у нас такая система, мы только за деньги принимаем, это законодательство Кубы, и привези еще всякой еды, и мы тоскуем по советской русской еде, половину еды у меня забрали в аэропорту, конфисковали, якобы это закон такой, а потом все-таки мы еле встретились, я еле рюкзак свой нашел из багажа, и мы едем, она говорит, изначально я встречу с другом тебя, мы приехали домой, она говорит, 25 баксов, я говорю, 25 баксов, вы же сказали, что с другом встретите, я там поехал на общественном транспорте, но да, с другом, но мой друг таксист, друг таксист, и в итоге пришлось отдавать приличную сумму денег, не за что по сути, вот так, ну то есть вот это поразило, но еще может какие-то случаи были, но собственно вот так, главные. Да уж, да уж, ну что ж, тут еще был вопрос, расскажите про Украину, но я думаю, про Украину мы расскажем в следующей нашей передаче, у нас и так сегодня насыщенно все достаточно получилось, такой ознакомительный эфир такой получился, следующая передача, думаю, мы более узкую тему какую-то выберем, может быть по Украине, может по Штату, может еще по какой-нибудь интересной ситуации. В заключение я тебе предлагаю пожелать нашим радиослушателям что-то доброе, вечное, красивое, что ты можешь, исходя из нашей сегодняшней темы, что-то доброе нашим радиослушателям сказать. Я очень надеюсь, что слушателей было немало, и те слушатели, которые слышали меня, они меня услышали, и что я развеял стереотипы, какие-то страхи, сомнения, и что, во-первых, появились, вернее, те люди, которым захотелось все-таки, несмотря ни на что, попробовать автостоп, во-вторых, те люди, которые путешествуют сами, ездят на машинах, поняли, что если они еще до этого не брали автостопщиков, что автостопщиков стоит брать, они безопасные люди, при этом, конечно, нужно фильтровать людей, тех, которых мы видим на дороге, все мы это понимаем, и важный момент, все, я думаю, поняли, и понимали до этого, я надеюсь, что большинство людей в мире хороших, и путешествия автостопом, это путешествия и по поверхности земли, и в то же время вглубь людей, сделайте для себя выводы правильные, и если есть вопросы, просто желание, смело добавляйтесь, опять-таки, повторяю, друзья в ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал, Инстаграм тоже, Виктор Аспидов, везде можно легко найти, если найдете, я помогу, и смотрите сериал, смотрите мои видео, которых пока не очень много, и качество мы пытаемся развивать, но все самое лучшее впереди, и буду рад, надеюсь, вот еще не раз пообщаться на другие темы, постараюсь быть в будущем более кратким, и спасибо всем огромное за вопросы, полезные, интересные, и вообще за внимание, интерес, одним словом, автостоп победит зло, в том числе, уже побеждает зло, и на радио, славянском, народном, нашим. Хорошо, благодарю тебя. Друзья мои, в общем, если вы видите человека, стоящего на обочине, во фраке, с бабочкой в цилиндре, а за спиной яркий, красивый, вот такой вот рюкзак, то знайте, это Виктор Аспидов, его надо обязательно подвезти. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас 22 ноября 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных 22-й день месяца, нового дорога, 8525-го лета понедельник. Мы говорили про автостоп, который победит зло, вот такая у нас была тема эфира живого. Виктор Аспидов, автор-соведущий, очень интересный человек, мне понравилось беседовать с тобой. Приходи еще, то, что, как говорится, будем рады тебя принять, выслушать, задавать тебе много всяких интересных вопросов. И, друзья мои, до новых встреч, услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова